Всем чмоки в этом чате, это спорадический подкаст, не путать с парадическим, ведь хааа. С вами Митсуха с прямым включением из столицы закатов и мира. Это третий и заключительный выпуск с Доком, где они со Скобкиным будут говорить о его проектах, связанных с Фидиверсом, и немного о бытовых приключениях. Здесь вы узнаете о философии, стоящей за подкастом регулярные выражения, о том, как создавалась история Фидиверса и других вещах, которыми занимался, занимается и планирует заниматься Док. Приятного прослушивания! И в общем-то, значит, ты проронил здесь два ключевых поинта. Во-первых, то, что я мог знать о твоих работах еще с Mastodon Social.ru и о том, что ты начал внедрять на работе Матрикс. Две этих вещи объединяет такая вещь, как федеративность. А в русском сегменте Фидиверса, я думаю, что для тех, кто, в принципе, интересовался вообще, на чем все это работает, твое имя, в принципе, скорее всего, известно многим, именно тем, кто интересовался. И поэтому хотелось бы, наверное, спросить вообще, как ты вкатился именно в федеративные технологии? Ну, если как бы опустить то, что с детства, скорее всего, ты пользовался имейлом. Ну, как ты именно к федеративному вебу пришел? К федеративному вебу я пришел через, наверное, Jabber. Ну, то есть... Разумеется, был ARC. У меня еще был блог. Ну, типа, на... Не на ЖЖ, а на LiveInternet.ru, если помнишь такой. Помню такие. Ага. И я там тоже бложил, делился своими измышлизмами еще в школе. И познакомился там с чуваком по имени... По нику Сбой. И вот он... Если ты это слушаешь, Сбой, привет. Если ты можешь, выйди, пожалуйста, на связь. Я давно тебя не видел. Я понятия не имею, где ты находишься. Давай, я не знаю, пересечемся, что ли. Если ты, конечно, в России. А если нет, то просто выйди на связь. Он познакомил меня с Jabber. И мне эта идея понравилась. То есть я понял, что на самом деле федеративным может быть все что угодно. Ну, то есть интернет, в принципе, заточен под такую коммуникацию, да? Под децентрализованные системы. Давай тут микроликбез. В свое время интернет, точнее Арпанет, разрабатывался как сеть, которая переживет ядерный удар в случае войны. И сутью был принцип главный в том, что если какие-то узлы из сети выпадают, то эта сеть может самостоятельно перестраиваться и продолжать свою деятельность без выпавших узлов. Ну да, то есть каждый узел ответственен только сам за себя и за связь с остальными узлами. Все. Но при этом не является обязательным. Да. И я, ну типа, посмотрел на, ну типа, состояние веба, на вот эти все лайв-джорналы, лайв-интернеты и прочие, и прочие, и прочие штуки. И подумал, а почему, допустим, я не могу поставить у себя какой-то движок или там какой-то сервер, грубо говоря, который будет публиковать мои сообщения, которые будут общаться с другими такими же серверами. Это же вроде бы не так сложно на самом-то деле. Я попробовал бложить в самостоятельном режиме, поставив на свой сервер. Вернее, как, мне сначала сбой поставил на свой сервер WordPress, которым я, ну типа, в котором я писал. Потом этот WordPress переехал ко мне. И я что-то года два так пописал, и я перестал понимать, а нахрена это все. Потому что нам непосредственно на мой WordPress-овский блог... Никто не приходит. Да, никто не приходит, туда заходят только спамеры и, ну, один-два чувака, которым я напоминаю это делать. Это было еще в школе, и у меня появилась идея, что, а может быть, взять тот же XMPP-протокол и на его основе зафигачить вот такую вот децентрализованную систему для блогинга. Реально, почему бы и нет. Разумеется, между всеми занятиями и всем прочим, это так и не дошло, эта идея так и не дошла ни до какой реализации, но идея у меня была уже тогда. Про самфидиверсия ни хрена не знала, разумеется. Да и тогда его, наверное, еще не было. Ну да, если ты говоришь о временах школы, то тогда эти идеи, они витали в воздухе, но за них люди не знали, как браться. Вот именно, то есть, они были реализованы вне веба, но в веб их еще тогда толком никто не приносил. А если где-то и приносил, то это были какие-то проприетарные вещи. Да, в итоге я набрел на проект Диаспора, который тогда только-только еще начинался, и я подумал, блин, да это же по сути моя идея, давай я сконтачусь с этими чуваками. Оказалось, что самый главный чувак в проекте, это наш русский чувак, Илья Житомирский, который в Германию переехал, по-моему, в 12 лет. И я, в общем, с ними списался, мы очень мило потрепались, поговорили. Я сделал аккаунт на одном из диаспоровских серверов, и я даже почти уговорил сбоя поставить Диаспору на наш коммунальный сервер, по сути. Но поскольку это был достаточно молодой проект, и он был написан на Руби, а администрирование Руби это адище, он, в общем-то, не стал это делать. Он попробовал, но бросил. Вот, и пришлось регистрироваться на каком-то стороннем сервере. В общем, и поскольку это все было сыро, не очень удобно. Ладно, окей, я немножко там посидел, потерпевший, да, но потом проект Диаспора просто, ну, типа, Житомирский, Илья, к сожалению, нас покинул добровольно. И не делайте так, пожалуйста. Проект Диаспора просто развалился, на самом-то деле. И долгое время у меня никаких, никаких больше поползновений к федеративному вебу не было, потому что, потому что я был тупо занят. Но, как бы, идея все равно осталась. Так что это у меня еще со школы тащится. Я придумал Фидиверс еще, независимо от Эвана Продрову. Только, только Эван реализовал все это, а я нет. Потом, когда я уже работал в хостинге, я подумал, а блин, а почему бы... Вообще-то классная была идея, а может просканировать интернет и попробовать найти что-нибудь? Может быть, что-то такое уже написали? То есть, получается, что ты не как многие столкнулся с этим явлением как существующим, ты его целенаправленно искал? Да. Да. Это сеть моей детской мечты. И одним, по-моему, зимним, что ли, вечером, сидя на толчке, я наткнулся на проект Мастодонт. Еще там была Фрэндика, но я подумал, ПХП, ну его нафиг. Ну, типа, оно еще какое-то старое было, почему оно прошло мимо меня, я не понимаю. Это я потом понял, что такое Фрэндика. Но первое, с чем я столкнулся, когда... Ну, типа, не столкнулся, а первое, что решил попробовать, это Мастодонт. Ну, знаешь, тут можно сказать, что это Фрэндика, это Мастодонт без софт-скиллов. Ну, почти. Возврат, так закольцовывая к нашим предыдущим извержениям. Ну, почти, ну, почти. Ну, просто тут надо сказать, что Евген, как основатель Мастодона, он, во-первых, имеет видение, во-вторых, он понимает, зачем он это делает. А, я люблю для себя формулировать это так. Женя Рочка, это Илья Житомирский, который смог. Ну, да. Они, кстати, оба в 12 лет переехали в Германию. Или, ну, погоди, или Илья Житомирский не в Германию, он в Америку, по-моему, ехал. Не, скорее он уехал в Америку, Илья Житомирский, а Женя уехал в Германию. Может быть, в этом разница? Не знаю, не суть. Вот. У меня была в то время ВПС-ка на каком-то, на каком-то саном канадском хостинге, который предоставлял эти ВПС-ки, ну, типа, бесплатно навсегда. Но они были такие дренные, что они постоянно падали, они постоянно отключались, постоянно там заканчивалась память. Там оверселл был дикий, я уверен. Черт побери, я думал, а почему бы не поставить эту штуку, просто поиграться, просто пощупать ее. Вдруг это что-то хорошее. И, в общем, вот так появился Mastodon Social.ru. Он буквально пару месяцев прожил, а потом, потому что ВПС-ка была дренная, он умер. И я, опять же, на несколько месяцев на это забил. Я так понимаю, что, учитывая специфику, вот, именно ActivityPub проектов, они сильно привязаны к своему доменному айдентити. Да. Ты решил, что проще добить это, чем пытаться воскрешать. Нет, нет, я воскресил, ты что? Я прям, я прям подумал спустя несколько месяцев. А, блин, а ведь хорошая была штука. Я даже там набрал какую-то аудиторию. Мне лайки ставили, и это было клево. Со мной переписывались, я вступал в переписки. Слушай, а давай-ка попробуем еще раз. И уже на нормальном сервере в Хецнере, который у меня тоже был, я уже развернул виртуалку, в которую поставил Мастодонт, и так началась вторая жизнь Мастодонт Social.ru. А поскольку на этом домене уже что-то висело, я реально обходил все сервера, с которыми у меня была проблема в федерации, и писал админам, чтобы они сбросили ключи, пожалуйста. Потому что вот, благо, этих серверов было еще немного, но типа штук три. То есть ты, получается, не перенес старый Мастодонт на новый сервер, ты его поднял заново? Да, там ВПСка рухнула, ну то есть типа там что-то с данными было. Тогда представляю твою боль, зная вот эту вот специфику с ключами. Да, ну блин, ну получилось же. И так Мастодонт Social.ru проработал года три. Там было что-то около 160 пользователей. А это, блин, по моим меркам, это достаточно, ну типа большой people, по моим тогдашним меркам. Чем вызван был переезд на ML? Тем, что вышла какая-то новость о том, что то ли... Короче, каким-то нашим очередным спецслужбам передали в управление, ну типа... Короче, они теперь могут отбирать домены по своему усмотрению. И я подумал... Слушай, это ты случайно не тогда сделал, когда у Рутрекера, у Торренс.ru домен это брали? Да, по-моему, да, где-то близко к этому. И я подумал, да ну его нафиг, такие приключения. Лучше я сразу уйду. Лучше я сразу переселю всех пользователей. Я подержу Mastodon Social.ru в архивном состоянии какое-то время, ну там, планировалось полгода, но в итоге он пролежал у меня гораздо дольше. Тоже года три где-то. И потом его выведу из эксплуатации. Ну то есть плавно все сделать, да, и у меня, в общем-то, получилось вроде. А как возник ММЛ получается? Вот ты решил, что пора... Ну я так понимаю, движущей силой стало желание уйти из зоны ру? Ага, да. Именно так, да. И я даже голосовалку создавал, ну типа я накидал несколько вариантов нового домена и разрешил пользователям и, в принципе, пользователям Федеверса самим выбирать новый домен для нового сервера. Ну тут, конечно, надо сказать, что из одной доменной ловушки вы попали чуть-чуть в другую, учитывая специфики зоны МЛ. Это да. Но я сделал такую вещь. Почему зону МЛ? Потому что это не бесплатный домен, он платный. И он проплачен на 10 лет вперед был. Ну то есть и там это было довольно дешево. Что-то 80 баксов, что ли. Что-то такое. И, в общем, я проплатил на 10 лет. И из этих 10 лет я не помню уже сколько вытекло. Наверное, надо бы посмотреть по Хуизу, но мне сейчас лень это делать. Вот. А, погоди, может, вполне возможно, что я даже в августе ММЛ зарегистрировал. Но тут ведь что интересно. Вот судя по тому, что ты говоришь, Mastodon Social.ru, у тебя там было типа 160 пользователей. Вот. А ММЛ, он сейчас пришел, ну, нельзя сказать, что он там на порядке увеличился, но он стал как минимум одной из крупнейших русских нод. Наверное, самой крупнейшей, пожалуй. Как пришло к этому? Как пришло к этому? Ну, я не знаю, как-то само пришло. Не знаю, не могу сказать. Просто почему-то, почему-то большинству пользователей наш, как бы, наш уклад, наш образ жизни показался адекватным. Уклад, образ жизни, ценности, ритмы, не знаю. Я тут не столько с целью спросить, почему вы, сколько, наверное, в сторону того, что в целом глобальные тренды начали приводить к тому, что люди начали интересоваться альтернативами. Потому что начал ведь расти и сам, не совсем корректно будет говорить, сам Mastodon Social, но, скажем так, их родной инстанс от разработчиков. Лагманский. Да, да, начал расти и он, в общем-то, и к вам начали приходить пользователи. В общем-то, я в 2019 году тоже начал покидать поинт, в том числе искать, куда мне поселиться. Тоже веселое достаточно занятие было, потому что я так думал, куда мне пойти надолго, а я во всех микроблоговых и блоговых сервисах сидел по много лет. И поэтому я тоже не хотел идти куда-то, откуда я потом буду сваливать, поэтому я прям сел и ресерчил. Вот просто сидел и ресерчил, что там вообще такое есть, увидел, что существует какой-то Fidiverse Mastodon, начал смотреть, что это такое, как оно работает. Меня эта идея заинтересовала, потому что я помню, что когда вот разваливался XMPP-блогинг джуйк на, собственно, джуйке еще пару альтернативных тоже XMPP-блогинговых платформ. Я помню, что тогда вот, в общем-то, было вот это вот желание, что, ну, блин, чуваки, нам бы как-то объединиться. Да, у нас у всех разные правила, но мы бы как минимум могли бы друг друга видеть после того, как мы разошлись. Но тогда это ни к чему не пришло. А тут эта идея как бы, собственно, и была уже реализована. То есть на этих принципах изначально была построена платформа, и меня это подкупило. И я ресерч в плане остальных каких-то платформ перестал делать и уже начал смотреть исключительно в сторону внутри ActivityPub на тот момент. Вот. И остановился на Mastodon, как на наиболее, наверное, так если проводить параллель эмоционально зрелой платформе, скажем так, да. Ну, то есть это какая-то... Я помогу тебе своей формулировкой, Mastodon, он очень продуктовый. Да, это платформа, которая сделана не для того, чтобы написать красивый код, а для того, чтобы решить задачу человека. То есть он под капотом не самая лучшая платформа, там под капотом Ruby, там его, может быть, не всегда легко масштабировать тоже и настраивать, поддерживать. То есть он не особо конфигурируемый, но он решает пользовательскую задачу, а именно вот как раз во многом задачу пользователя, который решил уйти из Твиттера, например, и найти какую-то ему альтернативу. А на момент, когда Mastodon был, таких альтернатив особо-то и не было. Были какие-то изредка появляющиеся проприетарные соцсети, которые умирали, потому что ну просто им невозможно получить прибыль, когда существует Твиттер. Вот Твиттер, он занял просто все собой. Ты приходишь в кафе и в меню у Твиттера аккаунта этого кафе, да, вот когда настолько сильно что-то проникло в жизнь, с этим бороться практически невозможно. В одиночку. Поэтому, да, и особенно когда ты рассчитываешь изначально строить из этого бизнес. И как раз здесь Mastodon в этом плане был крут тем, что он брал количеством, грубо говоря, то есть ты можешь раздать инструмент многим людям в руки, им не нужно будет много ресурсов для того, чтобы поддерживать что-то гигантское, а можно будет покупать какие-нибудь дешевые VPS-очки и держать каждый у себя что-то небольшое. Но при этом это все будет работать вместе. Да, но справедливости ради Mastodon сам по себе достаточно жручий, так что ну... Ну да, это то, о чем я говорил, что это не самая хорошо написанная вещь, не самые оптимальные технологии выбраны. Но он решает проблему, а это все, что имеет значение в конце концов. И он решает проблему как бы не только с точки зрения пользователя. Эти технологии, ведь которые были выбраны, они... Может быть, конечно, об этом, когда их выбирали, не думали, как часто бывает. Автор начинает разрабатывать проект на том, на чем он может разрабатывать прямо сейчас. Но, тем не менее, это тоже сыграло на пользу Mastodon, потому что Ruby и React, они очень популярны. И найти кого-то, кто будет контрибьютить в твой open-source проект, используя популярные, пусть и не самые оптимальные технологии, будет гораздо проще. Давалаперс, 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 давалаперс. Меня в свое время этим тоже Mastodon подкупил. И вот так вот в 2019 году я тоже туда ввалился, как раз, если не ошибаюсь, через меньше, чем год после того, как появился ложь, на котором я нахожусь, по сути. А Mastodon ML, он появился... Блин, когда он появился? Он появился... Ну, если сейчас смотреть по Wayback Machine, то это 6 апреля 2017 года. То есть он на год где-то раньше того же Лорша появился? Ну да, в общем-то, понятно. Он, по сути, являлся таким первопроходцем с уже имеющимся наследием. И логично, в принципе, что туда во многом пошли пользователи. И главное, что он позиционировал себя в том числе как в основном русскоязычный инстанс, что тоже привлекало тех, кто приходил из русскоязычного комьюнити. Это тоже немаловажно, потому что все-таки Mastodon и вот такие федеративные соцсеточки, они все-таки комьюнити-ориентированные. То есть это не что-то гигантское, которое всеобъемлет в себя вообще все. Оно зачастую, можно сказать, даже если не рассчитано, то очень хорошо подходит под то, что как раз какие-то маленькие сообщества людей будут объединяться. И поэтому у них есть локальный таймлайн. А оно, я бы сказал, оно и то, и другое. То есть сам Fidiverse, он хорошо масштабируется, он может быть какого угодно размера. И, в общем-то, сам инстанс, он может быть какого угодно размера. И он может быть локальный и уютненький, а он может быть и крупный и коммерческий. Во всех комбинациях вариаций. Этим Fidiverse ценен. А по поводу комьюнити, тут на самом деле еще сыграл опыт того, что у меня большой опыт, в принципе, в модерации, в комьюнити-менеджменте. Потому что одно из моих хобби, это просто собирать людей вокруг чего-то. Это модерация всяких там фанатских сообществ. Ну, типа, у меня одна из моих лучших, я считаю, работ, это было русскоязычное сообщество по, если знаешь такой веб-комикс, Homestuck. Я слышал название, но я не видел никогда, что это такое. Я очень рекомендую прочитать тебе это, если ты любишь крутой постмодерн и метамодерн. Здесь нужно вспомнить нашего господина попугая и сказать, что это он здесь, главный любитель постмодерна. Шутка для своих. Я не то чтобы любитель веб-комиксов, этот жанр вообще практически абсолютно полностью пролетел мимо меня, но я как-то не гляну, что это такое. Это на самом деле не совсем веб-комикс, это скорее... Это веб-комикс слэш иллюстрированная книга слэш игра форумная слэш сборник мини-игр слэш лейбл музыкальный. И да, там есть саундтрек, очень-очень офигительный, кстати. Я через саундтрек с этой штукой познакомился. У меня вообще такая штука, я люблю ушами. Если у чего-то охерительный саундтрек, то это просто добавляй 100 очков вперед. Вот, это да. У меня тоже такое с играми бывает, что мне может игра не понравится геймплейно, но если там хорошо сделана музыка, пусть эта музыка сама по себе, если бы я ее остом слушал, она бы меня не зацепила. Но если я вижу, что она хорошо ложится на атмосферу, значит композитор зацепился, он понял что-то, что здесь происходит. Я часто даю и второй шанс. Это не помогло Fallout 3 в свое время для меня, потому что радио там, конечно, пиздатое, но сама игра, ну типа, игра не говно, игра нормальная, но это не Fallout. Это плохой Fallout. Зато радио помогло GTA. Ой, радио сделало GTA, а GTA сделало радио в играх. Я смотрел у Флина из Stop Game материал про GTA, один из его лучших материалов, я считаю. GTA вообще тоже очень люблю всю франшизу, на самом деле Rockstar с большой душой подходит к своим играм, но сама контора, ну типа, которая и владеет, контора пидорасов, конечно же. Вот это вот Take-Two. На чем я становился? Да, на комьюнити менеджменте было еще несколько фанатских комьюнити, и у меня большой багаж опыта в том, чтобы, ну типа, собирать как-то людей, и как-то их делать с ними всякие штуки, и смотреть, чтобы, ну грубо говоря, все друг друга не передушили в процессе. Так что я в модерацию Фидиверса тоже пришел не с пустыми руками. Ну да, мне такая штука тоже знакома. Я в то время в универе делал ресурс для факультета с материалами по учебе, то есть там электронная версия учебников, сканы конспектов, что-то такое. Потом я там занимался администрированием форумов по танчикам, ну там кланов, World of Tanks и так далее. Мне тоже, да, было дело такое веселое, и в принципе, занятие интересное. Угу, то есть я на самом деле люблю эту херню, это мой личный сорт героина. Чувствуешь, что помогаешь людям находить друг друга и общие интересы. Угу, то есть это мой наркотик, я без этого не могу жить. И, в общем, все, что я знал, я принес на Mastodon ML, отсюда вот, в общем-то, растут ноги моего стиля администрирования и модерирования. Ну тут, кстати, стоит сказать, вспомнить о всяких твоих побочных проектах, потому что, несмотря на то, что Mastodon ML это онлайн проект... Я думал, сейчас скажешь о моих модерационных факапах. Нет, я не буду пинать тебя в больное место, поэтому я лучше поговорю о чем-то позитивном. Да, твои побочные проекты. Mastodon ML это хоть и онлайновый проект, но оказалось, что, в общем-то, твоя вот эта вот пассионарность фидиверсом, она выползла даже в оффлайн. Вот мне было, я помню, что я случайно вообще как-то наткнулся на то, что ты делал как минимум один оффлайн-митап для вообще, я не понимаю, если честно, для кого. То есть для каких-то людей, которым просто по приколу было что-то послушать. Вот, где ты рассказывал о развитии соцсетей и вообще откуда вылезла федеративность, и потом раздавал инвайты на инстансы российского Федя. Да, это был митап, это была мини-такая лекция, что мини, это была просто достаточно большая лекция. Я на самом деле еще с института люблю всякие конференции, потому что, ну типа, камон, академическая среда, академическая деятельность подразумевает то, что ты ездишь, и свои идеи кому-то пропагандируешь, толкаешь речевки, делаешь презентации, делаешь проектики, презентуешь их, встречаешься с людьми, стоишь на сцене. Я на самом деле очень-очень-очень соскучился по этому. Мне этого, блин, не хватает очень сильно, жуть. Но, блин, сейчас это просто не очень безопасно, на самом деле, толкать какие-то вещи. Но, да, у меня была одна ровно, к сожалению, оффлайновая лекция по Федиверсу. Это был лекторий только сами. Ребята из Москвы, анархисты, с которыми мы достаточно быстро сдружились, которые сами попали в Федиверс, и которые, в общем-то, сами пригласили меня. Мы очень близки до совпадения по политическим координатам, скажем так. Они занимаются тем, что пишут письма, ну, типа, отправляют письма всяким политзаключенным и прочее-прочее. И они меня пригласили. А хочешь поговорить про свою эту штуку? Я говорю, давайте. С удовольствием. Дня два ушло на составление речи и на составление презентации. Все делалось абсолютно в последний момент. Как делаются все хорошие вещи. Да, ну, то есть, и я придумал вот эту вот прикольную игру с тем, чтобы как, ну, типа, за два раунда подружить всех присутствующих в, ну, типа, в зале. Да? То есть, я сделал визитные карточки, раздал им всем. Они вклеили туда, по три вклеили туда свои ники, да? Написав их на бумажке. И каждый свою карточку отдал другому. Ну, типа, свои две карточки отдал другому, а одну оставил себе. Ну, типа, все регистрируются, да, под этими никами. И у меня, ну, типа, карточки были трех видов, трех серверов. Вернее, двух видов и четыре сервера, да. Это LORGE, MML, этот как его... И два каких-то плеромовских сервера. По-моему, EMR и что-то еще. EMR точно был и что-то еще. Ныне покойный. Да, и что-то еще не помню. Не в обиду, ребят, но... Но, правда, не помню, это давно было. Просто плеромы очень быстро умирают. Причем мы туда с LORGE тоже попали абсолютно случайно. Да. По-моему, как раз из-за того, что я случайно узнал, что ты организуешь какой-то митап и говорю, а че, а давай мы там тоже будем? Ну, да, разумеется. Причем еще тоже абсолютно случайно, рандомно и буквально в последний момент вышло, что мы прислали туда свою агентуру. Ну, то есть, как агентуру, просто я в чатике у себя написал... Слава там ставил, да. Да, который из нашего прошлого выпуска, который едет сейчас в Японию. Вот, я ему написал, типа, смотри, там док, короче, будет толкать лекцию про Fidiverse в каком-то подвальчике, в какой-то кафешечке. И вот, типа, хочешь послушать? Он такой, так как бы, ахулий нет. Он в это время там, по-моему, с девушкой, что ли, на мотоцикле катался. И, по-моему, они к нам приехали. Да. Я не помню, там... Да, они к нам приехали и организовали моральную поддержку, за что им огромное спасибо. Не просто моральную. Он же случайно стал еще и членом технической поддержки и помогал людям регистрироваться. Да, да, помогал людям регистрироваться. Там Альбатрос был, там Ави, по-моему, даже был. Ходили по рядам, ребята. Там был... Там точно был Инекс. Social Инекс Рокс был. Вот. Да, я тоже когда-то сказал про Альбу, я подумал, что, возможно, сервером еще одним был Инексовский сервер. Да. Ну, короче... Короче говоря, как подружить всех присутствующих? Три карточки у каждого. Одно чувак оставляет себе, две раздает. Это первый раунд. А второй раунд... Каждый вторую карточку, которую получил от своего, ну, типа, от своего соседа, передает дальше. И так за два раунда, по сути, у нас мы достигли полной связности всего зала. Ну, да. Да. Я помню, я в этот момент, когда у вас там шла ваша... Там, по-моему, даже трансляция какая-то была от кого-то. Да. Вот, я за этим всем смотрел и смотрел в реальном времени, как у нас пользователи регистрируются. Это было забавно очень. Да, в общем, и... Ну, да, я пропустил тот момент, что если ты получил от соседа карточку, ты должен его зафоловить. И, в общем... Ну, то есть партия выдает тебе кошка-жену. Ну, практически. Это, на самом деле, тоже остатки моей педагогической практики, потому что я всегда пытался придумывать на урок или на пару какие-то игры. Ну, короче, геймификация процесса. Да. Чтобы образовывать зацепление с тем, что ты пытаешься подать. Да. Кстати говоря, педагогическая деятельность очень помогает в комьюнити-билдинге, в модерации, в комьюнити-менеджменте. Потому что там тоже до хрена модерации и менеджмента, на самом-то деле. Я надеюсь, по крайней мере, что получилось. И хотя бы интересные лекции, или хотя бы кому-то там было прикольно. И я хотел бы провернуть подобные еще раз, но я сейчас просто боюсь высовываться. У нас были мысли что-нибудь приготовить с музеем криптографии московским, но, к сожалению, не срослось. Ты меня этой фигней в свое время сильно вдохновил. Ну, наверное, чуть слабее, чем было бы идеально. Но неплохо вдохновил, что я даже сидел и думал, встать, не поехать ли в мой универ, где я так и не забрал свой аттестат. Чтобы предложить там просто рассказать про федеративные соцсеточки. Но я немножко так приостыл, потому что все-таки я не имею такого опыта преподавания, как ты. Я не такой веселый лектор. Я еще воробушек-социофобушек, поэтому я не смог бы наживую так хорошо заинтересовывать людей, чтобы это было не бесполезно. То есть, понятно, это, конечно, информационно-технологический факультет университета. Но даже там как бы людей нужно все равно заинтересовать. То есть, вот просто прийти, перещелкать кадры на презентации будет плохо. То есть, ну, короче, к этому нужно было бы очень круто готовиться. И меня это немножко просадило, да. Но вот твой этот митап меня на такие мысли навел, что я об этом несколько дней думал. Вот, так что все равно это было круто, надо сказать. Спасибо огромное. Это очень приятно. Очень приятно слышать. Кстати говоря, мы, помнится, в начале выпуска вспоминали про Джобса. Вот если у кого учиться делать презентации и толкать речевки, вот это, кстати, у него. Я одно время засматривался этими презентациями ВВДЦшными. И очень многое из его стилей я использовал в университете, когда какие-то свои проекты презентовал, какие-то работы делал. И когда презентовал даже свою тему диссертации. У меня тема была электронные учебно-методические комплекты. Дальше все это пошло, но тоже в комьюнити менеджмент. Что-то у меня сейчас такая, знаешь, вообще левая ассоциативная мысль проскочила, что если немножко распушить и закудрявить твои волосы, надеть на тебя Джобсовскую водолазку, то ты мог бы быть очень похож на Эрлика Бакмана из Silicon Valley. Да, кстати, классный сериал, да. Да, один из крутейших сериалов про нашу ебаную атишечку, который, несмотря на то, что... Вот это, блин, я знаешь, вот я не очень люблю левую пропаганду в принципе, да, но вот этот сериал, это то, как можно классно делать левую пропаганду, которая при этом не будет кого-то доебывать своей вот этой вот, ну, не будет... Да, у нас есть такая тема, мы, блядь, мы, блядь, очень душные, просто пиздец. А там просто потрясающе, там просто смешно. Там, где какие-то люди будут душнить и рассказывать, как всё плохо, как всё ужасно и так далее, здесь тебя просто высмеют какие-то отрицательные моменты того, что у нас сейчас в мире происходит. Это было прикольно, этот сериал меня купил. Да. Вот, поэтому... Шикарная штука. По поводу душных левых, ты играл в диско Элизиум? Нет, хотя в планах есть. А, блин, там просто это, как его, эпизод с... Где-то лежала старая коммунистическая газета, открываешь, читаешь, и, блядь, как будто мастодонт открыл. Такая духота, ну, то есть, типа... Слушай, ну, учитывая, какие отзывы вообще от окружающих людей, которые играли в диско Элизиум и восторгаются им, если бы мы оба играли в диско Элизиум, этот подкаст стал бы ещё на час длиннее, и, возможно, никогда бы не закончился. Поэтому, может быть, это и к лучшему. Да. Я пока что в него не играл. Ну вот, короче, возвращаясь к лекциям, я хочу фидивёрстную конференцию! Конференцию! Нам нужна конференция! Ну, вообще, так-то да, было бы круто. Ладно, я социофобушек, но я знаю много людей, которые обожают кататься по конференциям, по митапам, собраться вместе, пообщаться, поиграть во что-то. Это могло бы вполне найти своих интересующихся. Но другое дело, что сейчас, конечно, в 2024 году такое провернуть будет проблемно, скорее всего. О, да. Ну, блин, короче, я не знаю. Надо, надо, короче... Пока что пытаемся быть тише воды ниже травы. Ой, я надеюсь, вся эта херь схлынет и закончится. Я не знаю, в ближайшее или не в ближайшее время. Я всё-таки надеюсь, что она когда-нибудь закончится. И можно будет продолжать ту деятельность, которой я хочу заниматься, не охуевая от всего происходящего и не щемясь по углам по подвороте. Ну, я думаю, что можно попробовать как минимум. Если вот... Если мне память не изменяет, чуваки, которые уехали в Тбилиси, у них там какой-то свой хакерспейс даже, по-моему, есть, можно предложить им этим позаниматься. Вопрос, насколько им будет интересно, правда? Ну, да. Я знаю, что люди, которые уехавшие в Тбилиси, они, в принципе, у нас есть в Фидиверсе чуваки из Тбилиси. Да, есть. Я, более того, приходил чувак на лорж и даже спрашивал меня, типа, можно ли мы аккаунт для нашего комьюнити у вас сделаем? Сделали. А лучше бы сделали свой сервер? Ну, там аккаунт чисто анонсы постить. То есть, им сервер для этого особо не нужен. Их мало. Вот. Ну, как раз хакерспейс какой-то. Но с масштабированием... С масштабированием в физическом мире дойдут и до масштабирования в онлайне. Более того, чувак по имени Деттлов, который, по-моему, даже у нас на ММЛ обитает, потребовал у меня слайды моей той лекции, чтобы на ее основе сделать свою какую-то. Где-то она прошла. Я бы тоже потребовал, если бы дошел до стадии выполнения своей идеи, которой я тогда загорелся. А по поводу того, что... Знаешь, что мне кажется? Надо это делать все на более спокойной обстановке и более, как бы, ну, либеральной, да? Нужно с этим ходить в университеты и институты. В учебные заведения. Ну да. Ну да. Ну, мне потому и пришла мысль сходить в свой универ, потому что это вот очень такая плодотворная почва для того, чтобы туда это вбрасывать. Очень круто было бы, если бы у каждого университета был бы свой сервер в ActivityPub. Да, да. У институтов есть уже сейчас почтовики. У всех университетов есть почтовики. Да. У студентов получают автоматически там свои учетные записи при поступлении. Было бы круто, если бы студенты могли бы при поступлении и академические социальные сети получать. Да, и даже не только академические, а просто, ну, типа, это студенческая жизнь. Для студенческой жизни в Мастодоне не хватает групп. Согласен. Очень сильно не хватает. Женя группы, когда ты мне обещал два года назад, что все готово? Где? Ты приходил на регулярные выражения, клялся, обожился, что все готово. Вот-вот-вот релизнем. Осталось только замерджить. Где? Мерж реквест лежит уже, собственно, по-моему, два года. Если мне память не изменяет, там с группами какая-то опять классическая ситуация, когда есть 10 стандартов. Ну, в случае с группами не 10, но если я правильно помню, там имплементация у Гришки своя в Смизерин есть, у Фрэндики что-то свое, боты вот эти вот отдельные, которые типа того же РФ. Черт подери, я делал РФ как временный костыль. И просто как proof of concept, что группа делать возможно. Вот один из способов, и в общем-то самый совместимый со всеми остальными способ, как это делать. Ну, в общем-то, да. Есть, кстати, по-моему, проект такой, который Гуппе называется. Вот там, по-моему, еще тоже подобным образом делают. Да, но он бустит просто все. Ну, то есть моя идея в том, что бустит только первый пост эстрада. Лента РФ получается такой каталог трэдов. Ну, по сути, форум. Гуппе просто бустит все, и там, ну, типа, очень трудно этим управлять. Это получается чатик, получается. Хорошо. А по поводу университетов, смотри, во-первых, ну, типа, в современную студенческую жизнь без социалочек невозможно. Да сейчас банально все студенты с преподавателями через ВКонтактик обмениваются заданиями, обмениваются, когда урок перенесен, кто не придет, какие что к экзаменам подготовить и так далее. Это все можно было бы делать в свободных соцсеточках и, главное, на университетских ресурсах. Да, да, да. Ну, и как бы еще, ну, типа, просто социальные аспекты жизни, договориться там, когда симпозиум академический, а когда симпозиум в изначальном его понимании. Ну, попойка. И главное, что ты можешь с такой системой общаться между университетами. Да, ты можешь общаться между университетами, да. Реальные научные работники, то есть не только студенты и просто преподаватели, а те, кто занимаются научной деятельностью, они могли бы это использовать как открытый инструмент для распространения научных работ, опять же. А это уже следующий шаг, потому что сегодняшние студенты — это завтрашние аспиранты. Да. Именно. А завтрашние аспиранты — это послезавтрашние кандидаты. А послезавтрашние кандидаты через неделю — это доктора наук. И эти доктора наук, они все будут писать свои статьи. Да. И у нас получается всемирная федеративная академическая сеть. Ну, справедливости ради, надо все-таки сказать, что для академической сети нужно было бы разработать другие инструменты. Но на ActivityPub оно все равно, скорее всего, все бы ложилось отлично. Да. То есть просто положить какие-то, сделать сервисы, в которых ты можешь публиковать, скажем, научные работы, и приходить рецензенты, и давать на них рецензии, без берущих какие-то непонятные деньги научных журналов. А вполне могло бы происходить. Да. Опять же, мы возвращаемся к истокам интернета. Почему было важно сохранить эти данные от всяких катаклизмов, войн и прочих? Потому что это академические данные были. Это были данные о, собственно, о разработках тех же ядерных, да? Ну, поначалу. И потом это были данные о ядерных исследованиях. Вспоминаем... ЦЕРН. ЦЕРН, да. ВВВ и ЦЕРН. Тут стоит небольшую оговорку дать, что вот идея гиперссылок, которая нам всем знакома. Мы приходим на Википедию, идем по ссылке, оттуда идем по ссылке, оттуда идем по ссылке, оттуда идем по ссылке, и вот уже 5 утра. И эта вся идея, она ведь пришла из академического мира, где является стандартным де-факто просто, когда ты пишешь свою работу, ссылаться на те работы, из которых ты вдохновился, факты из которых ты использовал, давать ссылки. Да, у тебя в конце стопка листов, это ссылки на источники. Всегда. Да, и это как бы вообще база научной деятельности. И наши ссылочки, по которым мы ходим в интернетиках, они пошли оттуда. Короче говоря, интернет по мере своего открытия в публике, да, когда он из военной сети перешел в гражданскую, по идее должен был заменить академические журналы. Веб для этого был заточен. Собственно, такой получается, извините за каламбур, взрыв из прошлого. Который нам еще в идеале предстоит достигнуть. Да, 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 да. Еще интересная идея, кому, мне кажется, было бы неплохо, это всякие муниципальные образования, вроде там городов, там поселков, местный сервак районный. Почему бы и нет? Да, когда я тоже уже не раз озвучивал идею о том, что было бы круто, если были бы локальные, даже пусть и географические серверы. И эту идею, кстати, на удивление, сейчас в связи со свалившимися различными проблемами с коммуникацией развивают в Украине. Там во многих городах хостеры поднимают свои серверы, именно федеративные. И это достаточно неплохо работает. И когда пропадает связность, допустим, они все еще могут продолжать общаться внутри своих нот, но когда связность возвращается, у тебя все еще есть глобальная коммуникация. Да, вот так это интернет работающий, как задумано. Да, вот как в свое время работала электронная почта, изначально электронная почта, это были исключительно файлики на диске, потом стали думать о том, что эти файлики надо как-то передавать. И, в общем-то, давным-давно это как работало, что пишут, пишут, пишут письма, а потом в какой-то момент они идут и улетают, когда связь появляется в другое место или доставляются там. И это могло бы работать и с соцсеточками, в принципе. Потому что не всегда даже нужно абсолютно синхронное взаимодействие. Не, я даже про то, что это интернет работано и как изначально задумано, сохранить данные и коммуникацию от войны, грубо говоря. Ну, да. Хотелось бы, чтобы в наше время это не стояло бы целью, но, тем не менее, что эти принципы помогли, да, они сохраняют связь и в наше время. То есть чуваки, которые изначально проектировали интернет, они гении. Я преклоняюсь перед Винтом Серфом и всеми остальными участниками проекта. Единственное, с чем они просчитались, это, сука, с размером адресного пространства. Болезненный переход на IPv6. Да, который уже как бы давно должен был произойти. IPv4 кончились, но все еще не кончились. Но при этом кончились. Но не будем о грустном. Давай вспомним, что мы начали о том, что у нас вот эта вот жизнь вокруг Мастодона Мэл и Руфеди сообщества, она происходит не только в онлайне, но и в оффлайне. Но при этом и в онлайне она тоже только микробложиками не ограничивается. Например, есть различные, опять же, если мне память не изменяет того, основанные проекты. Например, регулярное выражение. Да. Расскажи мне, как это случилось. Ой, на самом деле это небольшие спойлеры. И я хотел сохранить интригу до того момента, как регулярные выражения, ну, грубо говоря, закроются. Я могу рассказать прямо сейчас. Регулярные выражения, на самом деле, это часть моей модерационной политики. Поясню, что это значит. Ты, как человек, как личность, ощущаешь движение времени неравномерно. Ты ощущаешь движение времени по тому, как ты делаешь штуки, да? У тебя есть, скажем так, грубо говоря, ритм твоей жизни. Тебе нужна какая-то дискретизация. Да, тебе нужна какая-то дискретизация. Ты делишь свою жизнь на, допустим, дни. Когда начинается твой день? Когда ты... Не тогда, когда ты проснулся. Не совсем. Она начинается с того, как ты все утренние дела сделал. Ну, то есть ты встал, почистил зубы, там, помылся, может быть, чаек попил, позавтракал. Когда кончается твой день? Когда ты поужинал, поиграл в игрушку, там, какую-нибудь, и почистил зубы и лег спать, да? Вот тогда у тебя день считается закрытым, да? Такие... То, что в психологии называются ритуалы. Вот это твой ритм жизни. Так ты разграничиваешь время. И штука в том, что у сообщества есть достаточное количество признаков, которые присущи индивидууму. То есть это называется субъектность или агентность. У сообщества тоже есть свой ритм. У сообщества есть в моей картине, да, модерационной, в комьюнити-менеджерской, у сообщества должны быть... Должен быть ритм и цели слэш-ценности. Если у вас нет ритма, вы топчитесь на месте. Если у вас нету целей или ценностей, вы в ритме просто идете нахер. И вот идея регулярных выражений в том, чтобы задать русскоязычному фидиверсу ритм. Идея именно в регулярности в том, чтобы регулярно делать какую-то штуку. Это так фидиверс разграничивает время. То есть мы собираемся на регулярках, обсуждаем то, что нас там наболело за две недели. Мы собираем это вот в какой-то продукт, да, окей, на скорую руку сляпанный, да, вот в подкаст вот этот, да, и ставим на полочку. И это, получается, наша такая история, да, история всего времени фидиверса, ну, по крайней мере, на протяжении этого проекта. Короче, это такой фидис-крам со спринтами по две недели. Да, да, да. По сути он так и есть. Мы... А регулярки это ваш митап? С ретроспективой. Да, да, именно так и есть. Мы, по сути, в ритме собираемся и обсуждаем наши ценности. И таким образом сообщество живет. Тебе даже не обязательно быть на самих регулярках, тебе даже не обязательно их слушать. Тебе нужно просто знать, что вот они произошли. И потом, когда произошло некоторое количество регулярок, ты понял, что проебал лето. Да, 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 да. Как-то так. И еще прикол в том, что это еще и эксперимент. Сколько мы продержимся в этом режиме? Регулярные выражения должны закрыться тогда, когда мы пропустили или сорвали первый выпуск. Выпуск считается завершенным, если в эфир вышло как минимум два человека. Да, это прикольный принцип. В любом случае нужно, получается, организоваться как комьюнити хотя бы вдвоем. И просто в соло это не вытащить. Даже если сильно хочется. Да, а смысла нет. Это нарушит принцип. Да, это нарушит принцип. И если у нас эта система рассыпается, если выпуск срывается, значит, сообщество изменилось. И значит, вот этот ритм ему больше не нужен. Надо закрывать этот ритм, ставить точку, говорить всем спасибо. Давайте придумаем что-то еще. На самом деле идея достаточно прикольная. Это такая, получается, социалочка для социалочки. Если кто-то поймет, что я пытался вложить в эту масломасляную фразу. Тут, наверное, даже и добавить-то нечего. Потому что спрашивать дополнительно про регулярки, наверное, не имеет смысла. Потому что их идея уже описывает все, что о них нужно знать. А остальное, в общем-то, это конкретика каждого конкретного выпуска. Приходите и слушайте. Или участвуйте. Да, по сути. На самом деле, да. Все, что вам нужно знать о регулярных выражениях, содержится в названии. Это регулярный подкаст, в котором мы регулярно собираемся и выражаемся на интересующие нас темы. Все. И это, на самом деле, даже, может быть, не новостной подкаст. То есть, новости прилипли просто потому, что это одна из удобных штук. Это, может быть, просто мы можем собраться и поиграть во что-нибудь. Это тоже выражение. Я давно хочу провести такой выпуск, где мы почти не будем обсуждать какие-то новости. Ну, может быть, только конкретно фидиверсные. А потом все отправимся во что-то, ну, типа, во что-то рубиться. В какую-нибудь настолочку, например. Было бы клево. 12 часов ДНД на регулярках. Ха-ха. Да. Было бы прикольно. Или там, я не знаю, почему бы не устроить сборный концерт в рамках регулярок. Позвать музыкантов из сообщества, да. Чтобы в прямом эфире стык в стык они поиграли что-нибудь. Это тоже выражение. Эта идея классная, но это в рамках регулярок будет практически невозможно провернуть, просто потому что это потребует на несколько голов выше уровень продакшена и подготовки. Да. Вот. Потому что в целом что-то удаленно сыграть, это большая боль. А учитывая, что мы сейчас еще и раскатались по всему миру во многом. То есть, ну, вот, например, собрать меня и попугая куда-нибудь, чтобы мы что-то сыграли, даже не подготавливая что-то, а вспомнили что-то, что мы уже играли, например, и это сыграли снова вживую, это не факт, что получится просто потому, что он, черт побери, в Бразилии, а я в России. До нас пинги будут разные. Можно еще попробовать собрать чуваков, которые, знаешь, примерно на одинаковом удалении от тебя, и ты, типа, собираешь на себя эти два сигнала, и они идут примерно с одинаковой задержкой, и ты крутишь им бэктрек, чтобы они тоже его слышали примерно с одинаковой задержкой. Но это прямо непросто будет. Хотя я, конечно, видел примеры, когда чуваки собираются что-то в онлайне играть, но надо на самом деле посмотреть, как они это делают. Да, и многие тоже делают ошибку, считая, что регулярные выражения — это подкаст про айтишечку. Тоже нет, это не подкаст про айтишечку, это подкаст про то, что у нас наболело. Просто туда приходят гребаные айтишники и все портят. Да, просто большинство из нас айтишники, вот и все. Кстати, тут важный момент, многие этого не осознают, это абсолютно не очевидно, но регулярки — это абсолютно демократическая фигня. Если вам не нравится, что туда приходят айтишники, вы можете просто взять и прийти на регулярки сами. Там, в общем-то, не скрывается, на самом деле, как туда попасть. Расписание заранее известно. Ну, в целом, да. Все-таки лучше предупредить заранее, но в целом мы обычно не приглашаем никого, к нам сами приходят. Ну да. Я, конечно, к вам людей иногда притаскиваю, ломая ваши традиции, но я стараюсь это делать контекстуально. Не, нормально, нормально. Слушай, мы приглашали Гаргарна, да. Я просто говорю о том, что обычно мы, ну типа, мы просто открытый микрофон, к нам приходят. Да, поэтому, если появилась какая-то новость, которая у вас вызывает, например, горение, либо, наоборот, пассионарное желание о ней рассказать, то регулярки вполне могут быть для вас такой трибуной с оговоркой, что это должна быть новость, за которую организаторы регулярок не сядут. Ну да. И если вы... и желательно не быть мудаком в эфире. Пожалуйста, не надо. Это тоже. Мы вас выгоним. Давай, знаешь, к чему перейдем? Тоже, опять же, вот когда я сидел, вспоминал, за что я тебя вообще помню, кроме твоей модерационной политики. Ну слушай, я сейчас секрет соус раскрыл своей модерационной политике. Эти драмы с банами на ММЛ и вот это вот все. Ну это у всех бывало, на самом деле. У нас тоже было. Ну слушай, на самом деле вот эта вот система с ритмами и ценностями позволяет мне гораздо меньше банить людей, чем я мог бы без нее. Потому что те, кто не идут в ритме или не разделяют ценности, они обычно сами просто отваливают. Если эта политика, она изначально прозрачна, то она валидна. То есть мне не надо быть барбосом обычно? Ну на самом деле у нас в этом плане на лорше... Тут давайте я только небольшую оговорку сделаю. Я не считаю, что модерация на лорше какая-то суперкрутая. Я тоже туда пытался притаскивать. Я, если что, не владелец лорша, я туда исключительно так помочь пришел. Я туда некоторые практики старался притащить и какие-то нововведения тоже сделать в стиле того, что, ну например, что если администратор репортит кого-то, то он сам этот репорт не рассматривает, за исключением, если это спам или какое-то вредоносное влияние на сервер. Да, там кто-то пытается засрать ленту. Это хорошая идея. Ну какие-то вот такие вещи притаскивал. Но в целом у нас тоже были покапы, причем отчасти за счет этого принципа они местами восстанавливались. У нас время была история, когда мы умника забанили, потому что он протупил, мы протупили. Он не разобрался, мы не разобрались. Короче, просто ему аккаунт вынесли, причем вынесли сразу так по-хорошему, то есть мы сделали ему саспент со сносом информации. Ну потому что снаружи выглядело все так, как будто он хочет, чтобы у нас либо обнулили нам S3 бакеты, либо чтобы хостинг нас выпизднул. По факту оказалось просто, что он не разобрался и мы не разобрались, что он хочет. Потом восстановили его без данных, но у него никаких претензий к нам не было. Это опять же цитируя мем на интервью. Они меня всунулись, не разобравшись, кто я есть. Но я уверен, они разберутся. Они нормальные люди, они разбираются. Да, примерно что-то такое и произошло. И разные факапы тоже были. А у нас ведь тоже своя есть, как бы такая, тут тоже забавный принцип. Он на дампо пришел, что у нас регистрация на лорше закрытая, точнее премодерируемая. То есть ты подаешь заявку на аккаунт, она рассматривается. На самом деле, открой секрет, если кто-то еще не в курсе, почему-то было автоматически. Но чтобы заявку подать и аккаунт активировался, тебе нужно ознакомиться с правилами принятия. И в целом, я о чем дисклеймер-то хотел сказать ранее. Я не то чтобы считаю модерационную политику лорша идеальной. Мне не очень нравится. Я бы, конечно, предпочел бы, наверное, помогать в модерации открытого сообщества, у которого не модерируется регистрация. Но тут как бы должен признаться, что та политика, которая у нас сейчас есть, а именно, что у тебя вот просто физическая необходимость прочитать правила и осознать их, чтобы зарегистрироваться. Не буду точно говорить, как это происходит, но кто догадался, догадается. Это очень сильно упрощает вообще весь процесс. Сильно меньше конфликтных ситуаций возникает, когда люди подходят сознательно к регистрации. Это, конечно, с моей точки зрения подход такой, за что я в том числе и не люблю такую политику, за то, что это все-таки такой немножко элитарный подход, но не могу сказать, что плюсов своих у него нет. Ну, слушай, мы тоже в свое время как-то нам пришлось перейти на регистрацию по заявкам, потому что страшно, к сожалению. Если бы не обстановка, я бы уже давно открыл регу. Ну да. Не, на самом деле я реально очень уважаю то, что... Вообще, я не говорю, что моя модерационная политика, она самая правильная, но в том и прикол, что Fidiverse нам позволяет... Он нам дает площадку, нам позволяет пробовать разные штуки. И в чем основная проблема, одна из основных проблем централизованных соцсетей? В такой штуке, которая называется коллапс контекста. Ты пытаешься ужить очень разных людей, которые, ну, типа, у них нету даже возможности понять друг друга, потому что они тупо разговаривают на разных языках. Под одной крышей и под одними правилами. Это никогда не будет работать. Ну, в теории это можно алгоритмически решать, но тогда тебе придется все равно делать правила сильно менее жесткими. Что, кстати, лично мне симпатично. Я вообще не люблю жесткие правила. Но в наших реалиях часто тяжело существовать без жестких правил. Не всегда даже потому, что лично тебе хочется ограничить пользователей. Просто потому, что внешний мир заставляет тебя ограничивать пользователей. Да. А я тоже, на самом деле, не люблю жестких правил. И это я, наверное, с виду кажусь каким-то тираном и прочим, но на самом деле у нас тоже правил особо жестких нет. У нас их немного. У нас их заменяют как раз вот ценности. Не, я тебе скажу, что если меня спросят топ жестких модераторов ММЛ, я тебя наверх не поставлю. О чем-то таком говорил Вастрик в своей статье про модерацию. Это где он рассказывал про построение Вастрик-клаба, да? Где он рассказывал про три способа модерации. Это без правил, по правилам и по ценностям. Ну, он там рассказывает, вот в том числе он там говорит, почему они в Вастрик-клабе пришли к конкретному способу. Да, да, да. В общем-то, то, что он написал, это, в общем-то, похоже на то, что у нас. Мы пытаемся, по крайней мере, этому соответствовать. Я не говорю, что мой подход идеальный и должен применяться везде. Нет. Нужны разные подходы, нужно пробовать разные, и разным людям подойдут разные штуки. Допустим, у нас есть тот же Шиппост Поридж Клаб, где модерации, ну, практически нет. И архитектура Фидиверса, она это позволяет, и она, можно сказать, на это и рассчитана. Да. У нас есть лорж, у которого там свои погремухи. Мне кажется просто, что вот в этой вот концепции, что каждый может, в принципе, каждое сообщество может иметь свои правила, и при этом иметь возможность контактировать друг с другом, мне в этой системе кажется одно только важным, что с чем у нас в Фидиверсе бывают проблемы, это то, что не надо навязывать правила своего сообщества другим. Согласен. Мне, смотри, у нас очень много драмы в Фидиверсе про Фидиблог. Да, это один из, ну, как бы золотых тредов, да. И на самом деле прикол-то в чем? Изначально Фидиблог был хорошей вещью. Это была попытка защитить сообщество от бэд-акторов, от всяких там нацистов, фашистов и прочего. Но потом этот Фидиблог так разросся, что просто он начал пожирать сам себя, грубо говоря. Где-то на этом моменте надо было уже остановиться, и лучше до остановиться и подумать, а может быть это не лучший инструмент? Ну, то есть, типа, на первое время он нас спасал, но сейчас это превратилось во что-то не очень красивое. Но Фидиблог превратился в шитпост. То есть, ну, с одной стороны, в принципе, идеи курируемых блок-листов, это не во всех ситуациях плохо, да, в некоторых ситуациях вполне хорошо, но в случае с Фидиблогом это просто превратилось в какую-то вакханалию, в какой-то паноптикум, когда любой просто может вбросить какие-то необоснованные обвинения в пользу кого-то, и либо кого-то этого, либо вообще целый сервер вместе с ним может попасть в общий список блокировки. И людям, которые это делают, кто-то это может делать из-за злого умысла, а кто-то просто лень разбираться. Вот не понравилось кому-то, кто что-то сказал поперек. И все. И его обвиняют во всех смертных грехах, назначают нацистам, гомофобам, еще кем-нибудь, независимо от того, что этот человек мог говорить противоречащие этому утверждения выше по треду. Но, тем не менее, когда такие явления распространяются, когда они масштабируются, появляется проблема качества. А так как эта штука, она как бы напрямую влияет на связанность сети, допускать вот такое вот раздолбайское отношение к качеству содержимого этого списка, это опасно просто. Согласен, да. В принципе, это может привести к тому, что какое-то созвездие просто себе запакуется. Ну да. И все. И не только этого. Могут происходить просто какие-нибудь злонамеренные набеги с целью разорвать сеть на сегменты. Ну, например, вот история громкая с тем же Code.org, когда, по сути, основателя одного из крупнейших англоязычных таких стем-ориентированных серверов обвиняют в каких-то вещах, ну, типа вот, если ты начнешь его читать, ну, нет. То есть его там обвиняют в нацизме и трансфобии. Ты его почитаешь, ну, как бы все, что он говорит там в среднем, оно говорит о том, что нет, этот человек за совсем другие идеалы. Какие там нацизмы и трансфобии. Но где-то он кому-то что-то вот, вот какой-то неприятный он статистический факт привел, например. Да, вот тебе лично неприятно этот факт услышать, и все. И пошло-поехал. Да, я общался с Фрэмом, там какой-то прям оголтелый нацизм, в котором его обвиняют, он там рядом не валялся. Да, он может тебя задушнить. Он может тебя задушнить, потому что он из академической среды, извините. Да, он как бы основатель биотех-стартапа, он из академической среды, у него образование как бы ученого человека, он сам, по сути, поддерживает сервер этот, у него много компетенций, позволяющих эффективно душнить. Он и лимит символов себе увеличил там. Да, ну, блин, у них, правда, сервер, по-моему, до сих пор там базируется на третьей ветке мастодона. Ага, ага. И причем она модифицированная, там какие-то вставки эти всратые, которые вообще не попадают под шаблон. Ну да, у них там, кстати, есть какие-то прикольные фичи, в том числе с privacy связанные, причем за которые, в том числе, его тоже кто-то там терпеть не может, за то, что вот какие-то страшные вещи делают, хотя он наоборот говорит, что, ну, сорян, вот эти фичи позволяют. У них какие-то есть такие способы, блин, я не помню, что же у них там есть, по-моему, позволяющие скрытно, что ли, читать кого-то, то есть фолу ведь так, чтобы этот фолу не уходил, что ли, что-то такое, но при этом, как бы, оно вполне легитимно с технической точки зрения и с моральной точки зрения тоже у этого есть юзкейсы, которые действительно могут быть полезны. Опять же, чтобы, если тебя там кто-то доксит или травит, чтобы у тебя была возможность следить, что происходит вообще, напрямую не вылезая на связь. Вот, короче, там разные вещи были, которые ему вменялись как какие-то смертные грехи. Вот, и это тоже такой, это один из самых ярких просто примеров, почему вспомнил, когда происходят абсолютно какие-то неадекватные обвинения, от которых еще и отмыться потом невозможно. Реально там какие-то сотни просто серверов в фидиверсе, которые ни хера не проверяют вообще информацию, блокируют кота, а многие из них же еще находятся вот в том, о чем я говорил, что типа, ну, у вас свои правила хорошо, не навязывайте их других, так нет, что есть в фидиверсе вот эти вот замечательные любители сказать, что мы будем блокировать всех, кто не следует нашим принципам. Ну, потрясающе просто. Ну, блин, ну, флаг в руке, конечно, но... меня корежит от того, что они этим ломают сеть. Ну, да. Когда это делают одиночные инстансы, селфхосты, у меня вообще никаких вопросов. Ну, просто вы же за своих пользователей решаете, что им нужно читать. Вот чем вы, сука, отличаетесь от Роскомнадзора, пред? Ну, как бы, справедливости ради, в некоторой степени решать за своих пользователей это работа модератора все-таки? да. По крайней мере, решать, какая атмосфера будет на сервере. Это тоже, как бы, решать даже не то, что за пользователей, а для пользователей. Но... Но я понял, о чем ты говоришь. Просто мой в этом случае канонический аргумент это то, что атмосфера регулируется сайленсами. То есть, тебе для этого физически блокировать необязательно. То есть, ты можешь оставить человеку выбор, да, вот, ну, как, вот почему тот же, Роскомнадзор и вся эта интернет-цензура это цензура, да, как бы, есть взрослые люди, да, которые хотят читать других взрослых людей. Вы извините, вот то, с чего все это начиналось, а именно с заботы о здоровье детей, оно уже давно кончилось. Теперь это уже, простите, цензура. Вот. И эти ребята тоже этим занимаются. Хотите, чтобы у вас в лентах не появлялось, там есть какой-нибудь там шитпостерские серверы, ну, типа, окей, внесите их в сайленс, у вас они не будут вылезать в лентах нигде, но ваш пользователь сможет общаться со своим другом, который любит шитпостить. Да, наверное, но я вообще считаю бан сервера, ну, это самая крайняя мера. У нас в модерке есть некий, я вообще пытался когда-то написать устав Руфеди, и мы до сих пор, в общем-то, чего-то подобного этому уставу придерживаемся, что ты, во-первых, как модератор, ты сначала говоришь, ты, если кто-то начинает какие-то, какие-то странные вещи делать, ты просто стутишься ему в личку и спрашиваешь, что с тобой. Ну, вот, да, у нас тоже, я в свое время притаскивал одно из, как бы, принципов, который сильно пропагандирую, и напоминаю, если он вдруг забывается, это то, что любые какие-то деструктивные действия, там, да, скажем, выше по уровню деструктивности, чем поставить галку сенситив на аккаунт, то есть, чтобы картинки, если чувак постит, скажем, сиськи постоянно постит, да, чтобы у него по дефолту все картинки были прикрыты блюром, что если что-то деструктивное происходит, то мы выписываем предупреждение и связываемся с пользователем, там, и, или, вот. Ну, за исключением, вот, явно злонамеренных акторов, там, которые пришли и специально срут, вот, например, специально начинают доебываться до других пользователей, да, вот это, опять же, сначала поговорить, даже, даже не предупреждение выносить, сначала поговорить, ну, то есть, типа, промодерировать как-то конфликт, если он возник, чтобы, желательно, не решать, не решать, именно промодерировать, чтобы стороны конфликта пришли к какому-то взаимному соглашению и взаимному решению, да, оттолкнуться жопами и разбежаться, хорошее решение, между прочим, просто забаньте друг друга, и только когда это не действует, мы, по крайней мере, мы пытаемся так делать, только когда это не действует, уже переходить к каким-то санкциям, то есть, это уже формальное предупреждение, если в течение какого-то времени у тебя накопилось больше двух формальных предупреждений, то здесь уже применяются какие-то более серьезные меры, опять же, между серверами, если от кого-то идет какое-то дерьмо, сначала поговорить с тем, кто это дерьмо кидает, что случилось, ну, типа, может тебе помочь, чем, я не знаю, у тебя в жизни-то вообще все в порядке, как там, как семья, как работа, потому что в большинстве своем люди пишут просто на эмоциях, потому что жизнь заебала, грубо говоря, в общем-то, как-то это урегулировать сначала на персональном уровне, если, если оппонент глух к аргументам вообще, то зовется, ну, типа, то направляется жалоба, зовется модератор с того сервера, откуда идет какая-то хрень, спрашивается теперь с модератора, типа, а у вас, вам окей вообще, что у вас такое происходит? И дальше, и только в крайнем случае, когда модераторы того сервера не могут решить проблему никак, или там, допустим, они вообще отсутствуют и не выходят на контакт, а говно продолжает литься рекой, только тогда у нас просто, ну, типа, не остается выбора, кроме как, либо замдютить сервер, либо вообще отправить его в бан. Ну, да, в целом, как бы у нас тоже схожая в каком-то смысле политика, то есть, да, первичный какой-то контакт, и у нас, правда, блин, иногда бывает такое, что кто-то из ботсоставов может какую-нибудь ручку дернуть раньше времени, вот, и потом приходится это... Да, у нас это тоже бывает, и не спорю, ну, просто потому, что мы все люди, да, у нас, мы в первую очередь эмоциональные существа, и это нормально. У нас были случаи, когда, например, тот же Зай просто вспылил. У нас теперь старший модератор, Зай, Зай Суа, он же Гнозис. Я потихонечку стараюсь от ММЛ, на самом деле, уже уходить от управления, и я, на самом деле, планирую уйти из административного состава довольно давно уже, просто потому, что, как бы, хочется, хочется чем-то еще заняться, и вообще-то хочется отдохнуть, потому что это очень стрессовая работа. Ну да, решать конфликты, не махая Банхамером сразу, это требует вникать в происходящее с одной стороны, вникать в происходящее с другой стороны, а это уже в два раза большая нагрузка, чем для каждого из участников конфликта. Да, я этим занимаюсь уже почти восемь лет, и это долго. Это два президентских срока в нормальной стране, если что. Я не понимаю, как люди столько на таких должностях сидят. Ужас, ужас. Как говорил один уважаемый человек, если столько сидеть на этой должности, с ума сойти можно. Да, 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 вот, видимо, и, да, так что, но да, у нас, у нас есть небольшой модераторский состав, в нем сейчас три человека, раньше было больше активного, потому что модераторы тоже сами выгорают, и мы тоже сейчас пытаемся искать каких-то модераторов из рядов ММЛ-овцев. Пользуясь случаем, Мастодон ММЛ объявляет, в общем-то, есть вакансии на модераторов. Да, есть вакансия на модераторов, и есть вакансия на второго администратора, потому что сейчас у нас администрирует МО, по большей части, я включаюсь только по стольку поскольку. Присылайте ваши резюмы ДОКу и другим администраторам ММЛ. Да, только одна большая просьба, будьте адекватны, пожалуйста, ну, ну, а? Да, если вы хотите стать администратором, чтобы блокировать людей и попрактиковаться в использовании служебных полномочий, лучше не надо. Приходите, если вам хочется сделать этот мир лучше, а не чтобы помахаться Банхаммером. Да, да, и желательно иметь какую-то, если администратор, то какую-то техническую подготовку, а если модератор, то, ну, типа, желательно, крайне желательно, иметь опыт какой-то, общения с людьми. И... Желательно живыми. И желательно живыми, да, и еще желательно иметь свободное средство, скажем так, потому что даже несмотря на то, что нас очень великодушно приютил Флокинет, спасибо вам, ребята, огромное. Это может закончиться в любой момент. Это, во-первых, закончиться может в любой момент, во-вторых, все-таки какие-то расходы все еще имеются, например, на бэкапные серверы, на какие-то запасные, да? Тут нужно прорекламировать бусте, на который я подписан, не потому что я пользователь ММЛ, но просто потому что надо поддерживать эту движуху. Если вы интересуетесь с Диверсом, если вы в нем живете, подпишитесь на бусте ваших администраторов, вашего сервера. Да, абсолютно. Деньги админсоставам нужны всегда, потому что мы не Фейсбук, и мы не Илон Маск, у нас нету гигантских бюджетов на то, чтобы творить херню. Мы делаем все это по большей части за свои деньги. Подпишитесь на бусте, а потом сами же поставьте себе в имя синюю галочку. Да, именно так. О чем мы вообще хотели поговорить? А то это такое ответвление было про Банхаммера и прочее. Я сюда ни о чем на самом деле не хотел поговорить. У меня была следующая, у меня была другая тема, но это ответвление мне казалось в контексте обсуждения Фидиверса тоже достаточно важным, поэтому я не стал восстанавливать порыв наших уже все я размышлизмов. Да, полчетвертого ночи мы продолжаем запись, Рипер показывает 5 часов 46 на таймлассе. Блядь, как я буду это монтировать, это же много раз переслушать нужно. Пиздец. Кстати говоря, по поводу, вернемся к регулярным выражениям и к твентифо продакшн. вы его нихуя не монтируете, да. Да, мы что вообще такое твентифо продакшн? Ты в курсе? Ты в курсе? Ну, это как бы и 24 и слэпшот тагезер энд деплой. Да, 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 оно самое, ну то есть мы стараемся, во-первых, я этот проект затевал как некий творческий коллектив, который опять же подписывается под одними и теми же ценностями, и мы сразу с порога пытаемся отказаться от перфекционизма, потому что я до регулярных выражений с Блю мы делали подкаст пересборка, и монтаж там занимал столько времени, что новости, которые мы там уже обсудили и темы, теряли актуальность, они протухали. Ну, в этом плане да, вот, в принципе, успешные подкасты, которые обсуждают новости, они часто пишутся прямо в онлайне, вот хороший пример, это Радио Т, многим айтишникам известный, они просто очень-очень-очень быстро перешли на то, что у них, во-первых, запись происходит в виде стрима, во-вторых, у них запись никак не монтируется, там единственное, что есть некоторая автоматизация, кстати, тоже в Ри перепишутся, там у Мпутуна, который это все записывает, сделана некоторая автоматизация, у него есть такой кликер собачий, по-моему, который он кликает, и по этим кликам автоматически куски вырезаются, короче, вот, это как бы весь монтаж, который в их подкастах происходит, Бобук, кстати, по-моему, где-то в Федиверсе тоже есть, по-моему, даже не у вас ли? Нет, он на Мосто, по-моему, есть, я сейчас проверю, Бобук, ну, Бобук, блин, последнее время мало пишет, но он и в Твиттер, судя по тому, что он говорит, тоже мало пишет, да, Бобук Мосто, вот, я его, я, если что, его верифицировал, это действительно он, хоть ты смотри-ка, у него последний пост 1 августа, там Жаба спрашивает, Жаба спрашивает Гадюку, какой у нее план на вечер. Ну, да, классический мем уже, ну, так вот, мы, я, мы, мы, мы это поделали некоторое время, и я понял, что, ну, нахер это дерьмо, мы делаем все быстро, мы делаем все на коленке, мы делаем все, желательно, вообще в лайве, и вокруг этого, в общем, строится весь 24 Production, ну, почти весь, конечно, там кто-то пытается выкладывать, пытался выкладывать какой-то контент подготовленный, но в основном там вот лайвы, стримы и прочее. Это, я как раз, кстати, хотел, скажем так, освободить должность администратора, именно за тем, чтобы, да, собирать 24 Production, чтобы превратить это в какой-то творческий, действительно, коллектив. медиа империю. Да, у нас свое, свое медиа, у нас есть передачи, понимаешь, свои, мы делаем такое, такое медиа на коленке, это очень клево. Давай тогда, чтобы сильно не затягивать, перейдем к следующей теме, а именно, также, части людей, которые пришли в Фидиверс, и начали им интересоваться, и мог быть знаком, как автор истории Фидиверс. Да, было такое, тоже проект, который я вспоминаю с очень большой теплотой. Как ты к этому пришел? Я подозреваю, что преподавательское прошлое имеет с этим некоторую связь, и как ты его делал? Да, преподавательское прошлое имеет с этим связь, и дело в том, что я на самом деле люблю рассказывать истории, я не знаю, насколько из меня хороший рассказчик. Ну, я тебе скажу, что историю Фидиверса было интересно слушать, ее было тяжело слушать из-за того, что музыка была очень громкая, но ее было интересно слушать. Ну, блин, я просто, я люблю рассказывать истории, я подумал как-то, блин, а почему бы для тех, кто не новичок, для тех, кто уже пожил здесь некоторое время, да? Рассказать, где именно они живут. Рассказать, где именно они живут, потому что я на самом деле сам прифидел, когда узнал, что Фидиверс гораздо древнее, чем Мастодонт. Это вот, знаешь, меня это как и ассоциации вызывает. Мы когда про японский в прошлом выпуске разговаривали, мы говорили о том, что вот ты изучаешь чужой язык, и тебе кажется, ну, блин, фигня какая-то нелогичная, но если ты чуть-чуть остановишься на этой мысли, задашь себе несколько вопросов, отстранишься и посмотришь на свой язык, ты найдешь там кучу неочевидных вещей. Вот как Слава приводил пример. Просто ты к ним привык. Да, то есть то, что там среда, это середа, что это середина, да? Середа, да. Вот. Или вот этот пример, который тоже не помню, попуга или Слава вспомнили, про то, что тарелка, сковородка, птичка, кошка, кто сидит, кто лежит и кто стоит, да? Вот. То есть тарелка на столе стоит, положишь ее в сковородку, она уже лежит, запрыгнет кошка, она сидит, запрыгнет птичка, она тоже сидит, хотя она стоит, но если кошка встанет на лапы, То она будет стоять И это как бы такие вот нюансы, которые ты принимаешь Как данность, но ты не понимаешь вообще Почему так, зачем так Как это работает И с Фидиверсом многие так же Они пришли просто пользоваться этим Как платформой, но возможно Им было бы интересно Понять, что это такое Да, потому что на самом деле это больше Чем платформа, это даже я бы сказал Прям идеология что ли Это образ жизни И я на самом деле Прифигел, узнав, что Фидиверс существует с 2009 Года что ли А я о нем нифига не знал А оказывается, вот оно как Второй раз, когда я после того, как я поставил мастодонт Я сначала прифигел от того, что Такая вещь все-таки существует Второй раз я прифигел от того, что Мне когда-то кто-то написал С другого движка И я такой Что происходит приходит типа это 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 явно не мастодонт почему они так можно было почему мы раньше так не делали это вот один из просто основных selling point of которые я говорю когда кто-то вообще спрашивает что это такое я говорю представь что ты из твиттера отвечаешь фейсбук да это 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 очуметь можно я я охренел это же совершенно новый тип топологии сети ну то есть типа это не просто но типа фиде и федерация это гетерогенная федерация то есть у тебя не одинаковые сервера они а разные страшное слово интероперабельность да и и причем они иногда кардинально разные просто они по 1 на одном языке говорят друг с другом и у меня глаза на лоб полезли я я я охуел просто реально это это очень круто у нас реально даже просто нету нужного названия для таких структур что ли для таких сетей к чему относится фидиверс какой-то пологий к просто федеративной нет а к чему тогда фидиверс это фидиверс нас просто просто нет слова для этого тут можно подумать про какие-нибудь там двухуровневые графы чем такое но все равно это да 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 а потом в третий раз я офигел что ну типа почему мы раньше так не делали оказывается сука делали причем сильно раньше чем чем казалось да и я решил что мне надо срочно срочно всем об этом поведать потому что если мне это взорвало мозг я понадеялся что это также взорвет мозг кому-то еще ну да особенно в структурированной форме когда ты идешь с прошлого в наше настоящее и все и чем дальше ты идешь тем ты понимаешь что в общем то это она да причем там предпосылки идут из самого глубокого прошлого из начала интернета грубо говоря фидиверса бы не было если бы не было тех идей которые ему предшествовали и если бы если бы они внезапно в одной голове усатый ну теперь усатый тогда у него усов не было не собрались во что-то единое ну то есть это как получить противоядие от коммерциализации и централизации и консолидации интернетом вот такие у нас ингредиенты собираем их вместе перемешиваем и получаем вот это знаешь еще подумал чтобы сказать что федерации мы пользовались сильно раньше чем нам кажется можно было пускаться не до электронной почты а до просто почты кстати да но ну смотри у нас есть маленькие отделения почты в куче городов по всему миру мы приходим в эти отделения эти отделения занимаются доставкой другим отделением почтам ты да а те отделения доставляют их другим пользователям и это в общем-то тысячелетиями работает в каком-то смысле да и в общем-то да электронная почта была на том же принципе основана потому и назвали почты потому ее и назвали почты до пол мокопетрис по моему замечательный хакер ныне почивший к сожалению вот придумал такую штуку программам программа mail в своей энной реинкарнации но до сих пор жива мы и пользуемся на когда-то она начинала свою жизнь с до интернета да она начала свою жизнь до интернета с того что это были файлики которые по сути разные пользователи одного терминала могли оставлять друг другу а потом она начала синхронизироваться между разными терминалами а потом появились сети и понеслась то есть по сути до федеративные федеративная структура древнее интернет вот появилась идея вот такой вот истории мне захотелось просто рассказать людям в каком удивительном месте они же они живут опять же рекомендуем всем послушать историю фидиверс если ну в оригинальном виде удока если вас сильно если вас сильно отталкивает громкая музыка можете послушать ремастер от ацетона который тоже на ютюбе например доступен да ацетон великий чувак и как бы не только в каком удивительном месте они живут и какие удивительные у этого всего импликации датка последствия что из этого следа следствие да я в конце сравнил фидиверс с валбордским по моему хранилищем семян которые ну такой бункер на случае если произойдет какой-то большой пиздец сохранить агрокультуры и в общем-то фидиверс это вот такая штука которая сохраняет копирует те инструменты которые раньше были централизованными и по сути сохраняет интернет каким мы его знаем для потомков со всеми его плюсами и минусами тут надо сказать о децентрализации минусов тоже достаточно но и плюсы определенные в немалом количестве есть да то есть если когда-нибудь там twitter исчезнет youtube исчезнет они исчезнут рано или поздно у нас всегда есть маленькая грубо говоря копия что-то похожее что ты можешь развернуть сам и продолжить жить ну бу плюс минус так как ты так как ты жил на этих платформах и это тоже очень мне кажется очень прекрасная вещь знаешь хочется полу шутку полу всерьез сказать что не страшно что исчезнет twitter самое худшее что произойдет не будет цитат за которые можно будет кого-то отменять а вот если исчезнет youtube или reddit это да да будет страшно потому что там столько знания это огромная кладезь знаний youtube это превосходная образовательная платформа то есть одна из лучших по моему мнению очень много из того что я знаю я бы я выучил грубо говоря на ютубчике и абсолютно устрашающе представлять что будет когда ей придется закрыться до к сожалению к сожалению пертюб сейчас пока что не способен делать то же самое что делает youtube просто потому что во-первых discoverability да в пока что у пертюба сосет давайте быть честным она в принципе в фидиверсе не достаточно проблемная возвращаемся к проблемам поиска во-вторых хостить видео это неприлично дорого то есть это не хостинг блогов которые в основном текстовые даже не хостинг картина это очень-очень затратная штука тут пугающе то что если есть вот в случае с интернетом текстом например картиночным и так далее если есть такие штуки как выбор кайфа у которого возможно знаете такой инструмент как вы и бэк машин который позволяет отмотать состояние сайтов посмотреть как они бы выглядели в той или иной момент времени то если мы представим себе что пришел тот момент когда умирает youtube просто тяжело себе представил лопнут просто тяжело представить себе того кто может прийти и сказать мы возьмем это на себя до интернет архив он просто лопнет они и так уже не они не справлю у них проблема с текстом а с теми объемами которые содержат себе youtube они просто в принципе я их даже не рассматриваю потенциально как тех кто может прийти и сказать мы возьмем это на себя вот это страшно это капец как страшно и страшно что я не понимаю что с этим делать потому что проблема то что того что хранить видео затратно это на самом деле не проблема пертюба пертюб умничка он пока что делает это так что он ну типа наш теснеровский сервак который который фактически на самом деле содержит сейчас blue за что огромное ему спасибо пожалуйста напиши мне сколько я должен я уверен что это много пока что мы справляемся но эта проблема на самом деле глобальная потому что технологии дисков не поспевают за тем как растут файлы нам просто нет негде хранить данные глобально на все так и главное что федеративность того же пертюба она не то чтобы этому чем-то помогает хана даже ну да мешает потому что когда приходит децентрализация появляется дупликация а тебе и в одном то в одном то экземпляре хранить дорого а хранить дорого много раз это еще дороже и это страшно да согласен но как бы то ни было я честно говоря благодарен сильно пертюбу за то что он начал медиареволюцию фидиверсе это один из первых проектов который начал развивать фидиверс не вглубь а вширь ну то есть захватывать больше типов медиа контента ну да это очень круто открывать фидиверсу ту нишу который которая в нем была не занята то есть текстовых движков было много а вот чего то что поддерживало бы видео у фидиверс до этого не было это пытался сделать медиагоблин но не срослось мне у тебя по историю хотелось поинтересоваться насколько я помню ты для того чтобы собрать фактику и какие-то цитаты еще что-то в том числе обращался напрямую к виновникам к деятелям да вот ты об этом что-то можешь рассказать вообще с кем ты связывался и может быть что-то что из этого сильно запомнилось что я помню что ты связывался с кем-то из создателей стандартов с кем-то из создателей фишков и с музыкантами которых и использовал на фоне вот да кое-какие треки мы с blue написали вместе я про музыку наверное стоит потом поговорить отдельно потому что там тоже я заморочился над над сопровождением запишем или а по поводу того с кем я связывался мне была не совсем понятна история создания стандарта активити паб и я полез собственно в 3c смотреть кто над этим стандартом работал и до кого я могу дотянуться потому что контакты там все есть и некоторые из них до сих пор фидиверси я дотянулся до кристина вебер я по-моему перекинулся парой слов с дэниелом apple квестом это было достаточно смотри потом я подумал а почему бы не спросить вообще человека который придумал фидиверс я так я если правильно помню контакты его которые были в документации были не актуальны и но я знаю кто его знал я дотянулся до эвана через кристину вебер она дала мне его почту он тогда из фидиверса ушел это у меня шутка дежурная эван продрому это отец фидиверса который ушел за сигаретами и не вернулся он тогда не был фидиверсе и я ему вопрос тоже за извини а ты вообще собираешься пользоваться своим детищем потому что мы вообще-то тебя тут ждем он ответил на это что типа я я пилю свой остатус я хочу вкатиться на своем а то типа чё я как этот самый и я типа такой ну окей принимается в итоге он все-таки пришел в мастодон потому что видимо видимо остатус так и остался в столе лежать но наверное ты к лучшему наверное да мы замечательно поговорили с кристиной я узнал что процесс создания стандарта был очень тяжелый потому что там встретилось несколько разных групп с разными интересами четыре года просто было нервотрепки и от которой кристина там до сих пор лечится от депрессии клинической с продрому о чем я еще говорил правда ли что ну типа прародитель активити паба это как раз таки его статус да активити ва произошел от остатуса кстати если не память не изменяет мастодон начинал о статусе а потом перешел на активити паб а нет погоди не о статус а господи я перепутал я перепутал все я напиздел ой о статус это старый протокол на котором работал работала первая или там вторая смотрят откуда отчитывать волна фидиверса я говорил про просто лпрадрому был какой-то проект с новым протоколом проект не снискал особой популярности но в итоге этот проект вырос в активити паб но мы очень мило поболтали побеседовали пообщались ты случайно вам не про активити стримсы из которого активити папа вырос или про что проняга не акте не про что-то еще более древние активити стримс это существовавший уже стандарт и он довольно широко применялся я связывался с людьми которые перед движки я связался с жене и разумеется потому что ну надо если ты про мастодон говоришь я связался с лейн плерома мы немножечко тоже пообщались пошептались и тоже я вы выяснил некоторые подробности о которых рассказал и кое для чего для мне пришлось гид историю поднимать самого проекта ну хотя бы просто чтобы вписать какие-то имена потому что лейн не один разумеется все плером у сделал там еще были было куча замечательных людей таких как хиджей с которым я знаком лично пару раз встречались он жил очень недалеко от меня оказывается он жил не буду раскрывать местоположение но он жил недалеко от меня мы вместе ходили в один бар но теперь он уехал в финляндию и я уверен живет там счастлива не возвращайся никогда как помнишь тот видос я связался со сиулу его реальное имя синода эйджи или или к или как это по японски произносится я не знаю я не я не знаю японский эйджи наверно но да не эйджи я думал связаться с чуваком который пилит хабзилу марк забыл 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 мангервин мак макгер мак макгервин да майк макгервин извините но я не помню то ли я чё-то его не поймал то ли он отказался со мной общаться я уже не помню в чем там было дело но к сожалению не удалось поговорить поэтому уж извините обзор хабзилы чисто на моих личных ощущениях с дэнсапом я немножечко пообщался который и пиксель фиат ну кстати да да даниэль супер но надо тоже сказать что дэнсап это наверное вот это как жени рачко от мастодона он тоже такой продуктовый очень чувак видно потому он двигает пиксель фид тоже кажется что там что-то может быть вот если где-то что-то хорошее может быть пиксель фиде тоже единственное что даниэль просчитался это то что он слишком рано анонсировал проект это был серьезный косяк потому что проект вышел к тому времени когда извините уже у всех трусы просохли когда уже больше от него никто ничего не ждал и вместо триумфального релиза получился немножечко пшик что обидно честно говоря потому что пиксель фид на самом деле хороший проект мне он нравится короче говоря я попытался связаться с людьми о которых говорил если эти если эти люди в зоне досягаемости много чего осталось на монтажном столе из того что я выяснил но извините уже и так два часа меня и часто сложно сложно слушать некоторым вот чуваки с которыми я с которыми я общался в в процессе подготовки вообще вот так если пример смотреть много людей с которыми ты попытался связаться вышли в итоге на связь кроме майка почти все вот такое блин тоже наблюдение не знаю забавное что много таких хороших деятелей поратующих за открытое распространение информации и так далее они и сами зачастую тоже очень открыты для связи да то совершенно совершенно простые пацаны и девчонки ну то есть ты просто подходишь к ним и спрашиваешь что с музыкантами например какими-то которые распространяют свою музыку свободно зачастую можно просто связаться и поговорить что с какими-то учеными которые там распространяют свободно свои работы и просто можно писать уточнить типа я вот не понял что это значит и они тебе расскажут ну в общем да это мы уже немножечко начинаем заходить на территорию лес и ее открытой науки и которая кстати у нас была модератором долгое время пока не выгорела к сожалению но она вернулась я им очень этому рад я и я ее люблю очередная лес я тебя люблю очередная рекламная вставка становитесь модераторами мл выгорайте и возвращаетесь да кстати это 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 на самом деле паттерн потому что я вижу как люди которые устали от фидиверса и уходили потихонечку возвращаются обратно тот же soul вернулся на щепка это не может не радовать на самом деле потому что мне прикольно что фидиверс ну тип он не отпускает ну любое занятие даже самое берущее тебя за душу если она происходит в режиме передозировки она тебя через какое-то время просто дичайше заебывает это вот как согласен у меня например последнее что у меня было из подобного это baldur's gate 3 который просто шикарное игрище потрясающе сделанном я в нее играл он бесконечный блядь я в нее играл просто днями и я ее не закончил потому что ну там были еще причины связанные с там с некоторыми проблемами с обновлениями но это не главная была причина я просто в нее столько наиграл и по вот за несколько дней буквально несколько дней у меня в ней 30 часов типа было и просто я и так нажрался она она не так понравилась но я и так нажрался что я просто не смог быть дальше в ней играть я вот уже год наверное в нее не играл их планирую как-нибудь сесть и видимо заново начать проходить но в более размеренном темпе да 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 есть такое в общем мы забыли поговорить музыки наверное со звуковым сопровождением я немножечко заморочился потому что как я говорю я говорил уже я люблю ушами и я решил подобрать не просто клевое музло а музло которое будет по духу подходить этому всему да передавала бы атмосферу например того периода которым я веду речь то есть например если это 90 и какие-нибудь это какой-нибудь vaporwave очень крутой музыкант в этом жанре телепат был я по-моему три или четыре трека его использовал если это допустим рассказ про майка макгирвина который который фигачил в восьмидесятых в наса это чувак из наса это старикан который ну типа делал ракеты да ну типа не сам конечно но я имею ввиду работал в конторе которая делает ракеты компании да то то это какая-нибудь какая-нибудь электронщина из восьмидесятых или допустим если это рассказ а пертюб что видео а видео это по сути кино а какая самая киношная музыка разумеется серф или рокобили с подачи любимого нашего квентина тарантино такая вот штука если это какая-нибудь драматическая драматический эпизод допустим то что случилось с ильей житомирским то там должен обязательно какой-нибудь вам быть такой вот который который просто слушатели должен встряхнуть типа проснись типа произошло что-то что-то ужасное то есть это это почти как саундтрек к фильму подбирать тоже был очень прикольный опыт и ну и да и мы сделали с blue пару треков и еще пару треков я позаимствовал у у совы розы из группы группа новосибирской по моему тоже клёвый чувак это который известен эти как слове роза до савелий роза и да очень много сент-вейва потому что сент-вейв сент-вейв это круто ретро вейв ну да к этому повествованию он в принципе подходил неплохо это было заметно некоторые треки пришлось эту типа нарезать специально чтобы они не только к атмосфере подходили ли к теме тайминга и еще чтобы чтобы они подходили к таймингу чтобы они поддерживали ритм повествования до года года то есть допустим первый трек который вы слышите это трек группы мбр мастер boot record также известны как един черт и мне его пришлось немножечко порезать залупить хорошем смысле так чтобы получилось прикольная заставочка такая у меня была идея сделать видео сопровождение к подкасту потому что эта история и тон подачи что ли очень сильно вдохновлен опять же ютубером которого я очень люблю и уважаю если знаешь такого чувака зовут ахой кажется нет если ты не знаешь ахое то у человек делает очень вкусные документал очки в основном про игры и оружие одна из его документалок часовых кажется ну типа это там час вот такого повествования про то как интернет и компьютерный мир вот этот вот цифровой породила ядерное оружие в основном это конечно в контексте игр но там в общем-то достаточно исчерпывающе все рассказывается и я очень хотел сделать видео сопровождение к своему подкасту в его стиле а у него очень запоминающийся стиль визуальный у него векторная графика четкие линии яркие цвета мне хотелось сделать что-то такое но я просто ты бы ебнулся я просто не умею этого делать я бы ебнулся я пробовала спрашивать допустим того же инакса который то время работал много в блендере слушай можешь сделать мне что-нибудь такое ну ти к сожалению как-то до дела не дошло но вот это из нереализованного и я хочу продолжить рассказывать истории рассказать либо про что-то другое либо сделать небольшие продолжение к истории фидиверса потому что ну фидиверс же не стоит на месте а история она достаточно уже старая и там много чего произошло с тех пор ну как у нас в школе происходит современная история фидиверс новейшая история фидиверса да 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 не я хотел сделать серию таких коротеньких подкастиков была история фидиверса это ну типа истории из фидиверса то есть сконцентрироваться на каких-то индивидуальных аспектах драмы фидиверса допустим да рассказать историю какого-нибудь какого-нибудь человека да который попал фидиверс или который является деятелем фидиверс или какую-то забавную историю да знаешь как булджать делает видео про истории из иф онлайн и львов вот так же только про фидиверс да булджать когда пчелиная война когда начал говорить об этих историях мне вспомнилась драма с уитон гейтом о да ну блин мне кажется с ним обошлись несправедливо достаточно да ну мне тоже на самом деле я вот это типичная ситуация когда людям было лень хорошо разобраться это достаточно неприятненькая история причем это вот та история которая когда вот я раньше говорил да что я в девятнадцатом году приходил фидиверс я делаю search и вот эта вот штука она очень такой жирной гиркой легла на чашу весов с минусами вот но все-таки не переселила но я и кстати именно поэтому нет не свечка совершает свои колебания а именно я и выбрал лорж в свое время потому что я присмотрелся к правилам и понял что если я буду много пиздеть на лорша скорее всего ничего подобного со мной не произойдет целом у феди как у любых сообществ есть масса таких всякая бывает масса таких вещей и крутых и не особо крутых вот как вышеупомянутая история которых можно было бы рассказать за крутые порадоваться а за неприятные ну может быть подумать как этого не повторять в будущем да согласен ну потому что это люди когда мы говорим о людях у нас ломается большая часть какой какой бы то ни было рациональности поэтому гуманитарные науки они не совсем науки вот это вот конечно ваша технарская шовинистическая наклонность слушайте слушайте я же не не для того чтобы оскорбить я не отрицаю важность это важнейшие дисциплины которых мы между прочим ищем ответы на важнейшие вопросы просто просто эти вопросы не играются аналитическими методами а наука про аналитик давай двинем дальше наверное мы очень обильно опять же смотря на таймлайн говорю это обсудили различные твои как бы это блин почему в голову приходит только слова высер и что со мной сорян это у меня это у меня мозг выключился просто уже нормально нормально различные твои начинания вот различные начинания касающиеся фидиверса еще муви night но это так я его хотел сюда вбросить но почему-то забыл так что давай расскажи про муви night а муви night на самом деле идея возникла довольно спонтанно и ты же знаешь поездка это да ну вообще нет но сейчас нет ну так вот чувак который жил в зеленограде он живет сейчас в сербии он обращается на шитпост поридж клуб там у него какая-то анимешная штука или чё-то такое да анимешная аватарка а что мы знаем об анимешных аватар извините поездка люблю тебя этот чувак который был и является одним из моих лучших друзей и мы очень часто просто созванивались в онлайне чтобы посмотреть какой-нибудь кинчик или сериальчик в основном анимационный да он подсадил меня в принципе на анимацию за что ему огромное спасибо на взрослую анимацию по ту сторону изгородив всякие так это то с чего все началось игре потом был gravity falls потом adventure time потом стивен юниверс потом бы была роса разных японских картин и тайтлов и кино было в общем короче говоря какой-то момент кстати говоря пейска это тоже один из основателей регулярных выражений человек которому я очень благодарен за очень 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 много и в какой-то момент я подумал блин слушайте а это ведь тоже некий это может тоже можно превратить в некий ритм он на не обязательно должен быть регулярным он может быть немножечко синкопированным по времени просто потому что там я отдыхаю понимаешь да это проект который я сделал для того чтобы отдохнуть просто посмотреть кинчик в приятной компании и в общем то он родился из созвонов space к этом и однажды я просто выбрал наобум 4 фильма и сделал голосование если хотите посмотреть мою реакцию на какой-то фильм на стриме и посмотреть в принципе вместе фильм то какой бы фильм вы выбрали голосование прошло и прошел первый стрим и оказывается это очень классно это прям здорово а как это у вас работает ну то есть вот представь что да сейчас у нас слушает человек который никогда fmn не видел например я я никогда не был на fmn я только о нем слышал и в принципе можешь мне рассказать вот я захотел поучаствовать в фильме что дальше происходит дальше происходит ты идешь в аккаунт fmn у нас есть бот который я сейчас расскажу что делает ты находишь последний трет со сбором вариантов по голосованию под этим третом публикуешь ссылку на либо на mdb либо на кинопоиск того фильма который хочешь предложить затем во вторник в 16 00 бот сгребает все эти варианты и делает голосовалку и потом посредством этой голосовалки выбираются непосредственно тот фильм который мы хотим посмотреть почему голосовалка она с множественным выбором то есть ты не выбираешь лучший фильм из этих ты выбираешь просто фильмы которые ты не против был бы посмотреть это гораздо более демократичная модель кстати проблемы вот кстати вот двух партийных систем и демократии до в например в тех же соединенных штатах и в прочих западных странах как раз вот в математике подсчета голосов делегируешь один голос хотя ты возьму тебя возможно могли бы представлять разные люди по разным вопросам ну или по разным вопросам или просто ты ну типа ты не против если бы какие-то из этих кандидатов выиграли да вот cgp грей про это есть это одни из во первых видео если что у нас только что появился третий участник подкаста которого зовут вини на вини привет да это мой код что ты хочешь ты хочешь просто привлечь мое внимание а ты окей иди сюда ну понюхай пальчик это мне не это хотел сказать не не то что ты хочешь быть подложенным а что и уходит главное типа ты заебал когда спать не знаю ну типа я не знаю у него просто бывает иногда такое он приходит говорит что-то и уходим на я информацию передал дальше делать ничего хочешь причем это не то что он что-то как какого-то внимания требует да что чтобы его ну типа помусолили погладили нет он наоборот уклоняет нет иди нахер я я не это хочу сказать блин чё у них в головах происходит непонятно там чё то есть fmn ты запостил ссылочку с тем что хочешь посмотреть боту в ответы вот собрал голосовалку ты проголосовал за несколько вещей которые ты был бы готов смотреть из этого собирая собралась перекрестная такая статистика в общем-то выбирается то что больше всего людей хотела бы посмотреть и и в воскресенье в 21 00 я запускаю стрим и мы на стриме смотрим этот фильм либо с только моими комментариями либо с комментариями кого-то кто договорился со мной созвониться для эфира либо именно что сидит около микрофона в живую и в общем смысл в том чтобы посмотреть фильм с нашими дегротскими комментариями дебильными это получается такая публичная моя вечеринка до собирается больше чем один человек смотреть фильм если эти люди являются друзьями скорее всего фильм серьезно нормально воспринят не будет но зато это будет весело очень да 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 разумеется я с самого начала был готов к тому что меня время от времени будут заставлять смотреть всякую дичь я помню у вас по моему зеленый слоник побеждал до побеждал да но зеленый слониками слушать я зеленого слоника смотрел меня им не удивишь я смотрел просто и сидел в бомбом жрал чипсы что ли лечет такое я я стрелянный воробей и в интернете не первый день но у нас иногда а если лук предлагает что-нибудь такое по стране и пожестче и тогда да иногда приходится ну не сладко да кто-то пытался пропихнуть зеленый слоник 2 но к тому времени он просто не вышел нигде не на торрентах нигде вот такой маленький классный проект который тоже тоже добавляет какой-то ритм к жизни фидиверса что тоже здорово мне кажется и ну просто позволяет мне отдохнуть от всего этого дерьма не это это круто и правильно должны быть такие вещи которые приносят успокоение и пользу одновременно когда ты их находишь это в два раза ценнее чем когда ты делаешь просто вещи которые несут какую-то пользу но жрут твои нервы окей да мы же все тут веселимся мы очень много говорили про фидиверс и еще раз пожалуй мы начали с твоей реальной жизни давай наверно где-нибудь в районе и и закончим я знаю что ты строишь домик пытаюсь я пока что там пока что только бытовка и ничего еще не начато пока что просто по обустраиваемся в бытовке черт подери но я хотел начать в этом году но видимо в этом году ничего не не получится начать просто потому что времени нет расскажи просто как ты к этому пришел то есть ты почувствовал что становишься пенсионером или что я не знаю как это произошло чувак это это как-то само и произвольно получил не шучу на самом деле у меня просто очень тесная квартира я хочу делать что-то руками для этого нужны какие-то инструменты и станки у меня из инструментов и станков ну в общем то 3d принтер и отвертка да да 3d принтер и отвертка грубо говоря не у меня есть ящик с инструментами но я хочу что-нибудь поинтереснее я хочу я хочу токарку я хочу может быть даже чп ушку почему бы и нет я хочу какой-нибудь фрезер сверлилку и в общем для этого всего нужно место короче ты хочешь мастерскую я хочу мастерскую да и в первую очередь я хочу построить домик для того чтобы там разместить мастерскую ну и просто расширить жизненное пространство свое потому что когда у тебя одна комната на все это психологически очень давит и вгоняет в депрессуху когда тебе даже двигаться никуда не надо между сном и работой и тем вот этим вот да а между прочим это на самом деле важно потому что этот пресловутый work-life balance до пресловутый work-life balance и я как-то посмотрел того же си джи пи грея которого я уже упомянул у него есть тоже ролик о том как не не свихнуться в в к вид в карантин и он в общем такую гипотезу выдвинул что желательно иметь три отдельных помещения как минимум на человека ну то есть там где он спит там где он работает и там где он отдыхает грубо говоря ну и там четвертое бонусное там где он спортом занимается до упражняется и все такое почему это важно потому что ты заходя в какую-то другую комнату ты переключаешь мозг в какой-то другой режим вот этот момент переключения это как раз важная штука а когда ты находишься в одной комнате постоянно тебе сложно переключаться и получается у тебя вся деятельность слипается смазывается в одну в одну кучу и ты не понимаешь чем занимаешься то ли ты ешь то ли ты работаешь то ли ты кино смотришь то ли ты отжимаешься то ли ты спишь а как ты пришел именно к участку и домику ну то есть есть же разные варианты грубо говоря швейне жилплощади до квартиры есть если дома то тоже уже вторичка да есть дома под ключ есть еще что-то вот почему ты именно остановился на таком варианте что сам будешь строить и пришел к этому экономический аспект я не очень богатый во первых грубо говоря получается ты решил что строительство собственного дома можно растягивать насколько угодно в отличие от ипотехи да да на квартиру у меня просто извините штанов не хватит снимать я не хочу потому что потому что позиция аренды заведомо слабее чем позиция владения собственности личной я не хочу быть на чьей-то милости если говорить о аренде той которая у нас сейчас существует по большому счету это да бывают аренды знаешь когда изначально дома исключительно под аренду создаются и вот там ты можешь грубо говоря всю жизнь по сути арендовать сша местами только распространено но вот когда ты арендуешь просто квартиру умер у какой-то семьи которая на сейчас не нужна а потом вернется внук с обучением придется оттуда через месяц сваливать это не для меня да это тяжко я тоже я это время назад переезжал когда мне вот сказали что типа у тебя месяц есть и еще у меня плюс довольно странный психологический затык я в чужих квартирах достаточно плохо сплю арендованная квартира это чужая квартира знаешь как в фоллауте когда ты это как его карими же не вы вы не можете спать когда рядом враги ты про это да нет даже не можете спать не то что не можете спать когда рядом враги в фоллауте было интереснее когда в городе мир некрополис первом первом фоллауте если ты играл нет я и просто идеально необразованный собеседник для тебя я попытался там поспать и у меня просто табличка вы не можете спать здесь даже не даже никогда рядом враги а вы не можете спать здесь вам неуютно и вот у меня такая же штука покупать сразу готовую дачу это тоже слишком дорого для меня но и единственный вариант это что делать самому самому просто покупать участок земли и что-то что-то пытаться херачить но это получается взял участок каком-то это понял поселке в подмосковье да 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 даже не в поселке а там даже поселка то еще не было на именно на конкретно на этом участке это земля но типа была сельхоз назначения но ее потом не агентство недвижимости выкупила нарубила на участке и продавала достаточно недорого с этим возникли некоторые проблемы потому что оказалось что там кое-где проходит охранная зона там труба какая-то водоканаловская и в общем мы резали эти участки снова так чтобы там можно было хоть что-то строить но вроде 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 бы утряслось вроде бы никто больше не возникает я получил за достаточно небольшую цену достаточно просторный участок а как там с коммуникациями с какими-то удобствами ну я не имею ввиду что типа их есть ли там канализация да понятно что это мне то скорее всего но я имею ввиду там и это мне электричество вода газ вот такое что то что электричество есть остальное сам добывай ну и тортед провайдер там местный есть какой-то который оптика нет на остальное сам добывает сверли скважину или чё-то такое делай и я надеюсь что ты имеешь ввиду воду они газ до воду 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 газ там не проведем на то есть там даже нет такой возможности что занести там 1200 газпрому как это бывает и чтоб тебе газы или нету тоже до такого на баллонах получается жить будешь ну и на электричестве ну тоже вариант в принципе у моего знакомого который в черте города живет если я не ошибаюсь у него по моему дизельное отопление прикольно ну у него деревянный дом в черте города вот то есть там такое знаешь как бы маленький поселок а вокруг девятиэтаж ну да знаю и есть такие деревни деревни в черте города нас москве тоже такое бывает и вот знакомый так вот живет и у него по моему дизельное отопление если я не ошибаюсь тоже забавно конечно то есть батареи у него так вот работают если пока что вся история единственное что мы там ну типа в этом году обустроили бытовку чтобы в ней можно было как-то существовать не уезжая домой вечером до имеется ввиду такой вагончик времен когда какая-то да 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 а по статусу типа у тебя получилось уже фундамент положить потому что я помню что ты как раз спрашивал по поводу формирования фундамента у тебя что-то вышло в результате пока что нет у нас проблема пока что даже я могу вырыть под этот фундамент по типу котлован я на самом деле уже месяц там не был и я хочу поехать в эти выходные хотя бы хотя бы стол в бытовке да собрать ты когда сказал про рыть котлован мне почему-то сразу подумалось что это надо сразу за делом на погреб получше убежище учитывая геополитическую обстановочку да мне но икс говорила об этом но я по финансам не потяну я посмотрел сколько стоит ну да тяжеленько там металл нужен будет либо какие-то другие каркасы короче да я конечно хотел бы потому что блин ты ты знаешь колена ферза его знаю да вот у него вот у него бункер есть чуть-чуть охуенный чувак и видео про постройку этого бункера тоже по моему смотрел давай знаешь что раз говоришь что с домом у тебя пока все будешь потом еще рассказывать нам и думаю на этом наверное нам стоит тоже закруглиться потому что у меня в принципе список тем которые я с тобой хотел обсудить тоже закончились тут наверное нужно отмотать где-то минут на 40 или час назад когда ты говорил что хочешь рассказывать истории еще раз напоминаю на mastodon ml объявлен набор на модераторов и вторых администраторов а это значит что если вы разгрузите дока возможно он сможет рассказать вам больше историй я бы очень на это надеялся так что если вы хотите чтобы настало время охуительных историй модерируйте ммл да пожалуйста ну хоть кто-нибудь и на этой грустно оптимистичной ноте скажу что с вами был спорадический подкаст в котором участвовал док также известный как доктор квадраган или ранее доктор эквивалент и я вел его скобкин спасибо док что пришел спасибо скобкин что позвал действительно очень клёво было обсудить с тобой всякие штуки ты классный я надеюсь что я смогу все это нарезать я надеюсь что было хотя бы интересно да мне как минимум было насколько у меня интересно получится это нарезать это мы еще посмотрим так что спасибо тебе что пришел спасибо слушателям что слушали и возможно до новых встреч пока ребята